Без долгих разгонов. Расскажи, Витя, как мы съездили в Амстердам на конференцию World Summit AI? Ну, смотри, в Амстердам, на мой взгляд, мы съездили отлично, а на конференцию... Лучше, чем в прошлый раз. Я так точно. На конференцию съездили мы так себе. Ладно, 18+, мы не будем ставить на этот выпуск, поэтому про то, что мы делали поза конференциями, мы рассказывать сегодня не будем, оставим это для каких-нибудь наших оффлайнов, если они состоятся когда-то. Например, в Амстердаме. А вот конференция прям расстроила, да? Два дня. Я был так разочарован, что не передать словами, потому что конференция называлась World AI Conference. World Summit AI, по-моему, все-таки. World Summit AI, ну, не важно. Ну, не важно, там есть слово World. С каким-то названием должно было быть что-то такое масштабное, такое, чтобы, там, не знаю, и с NVIDIA поговорить, и от кого-то из Open AI итог послушать, там, не знаю, и ручку с местралем себе украсть, или маечку. Но ничего такого нас не ждало. Нас ждала куча чуваков, которые что-то продают друг другу, так или иначе, связанное с AI. Ну, следовало, наверное, сразу нам с тобой понять, что это бизнес-конференция. Там все-таки по спикерам, которых было больше двухсот человек, было видно, что там инженеров почти нет. И по стоимости билетов, которые доходили до трех косарей, тоже, наверное, можно было нам с тобой понять, что это для бизнеса больше. Но, честно, я верил до последнего, что там будут инженеры, а в итоге мы приезжаем на конфу. И самое яркое, что на этой конфе есть, это фиолетовая толстовка Вити и розовая шапка Алексея. Все остальные ходят в костюмчиках, и все суперсерьезные, супербизнес. Ну, типа того. Надо сказать, что мы не платили за вход, поэтому... Ну, как пресса были. Да, мы были как пресса. Мы еще три человека, насколько я видел по бейджам. Пресса что-то было немного. Но людей при этом было немало. Ну, типа, для таких билетов там пару тысяч точно было человек. Ну, я тебе так скажу, мне, честно, было жалко людей, которые заплатили за эти билеты. Ну, помнишь, мы общались с некоторыми ребятами, там, по-моему, два или три человека, с кем разговаривали, все они переехали на халяву. Кому-то там билеты подарили, кому-то как стартапам дали проходку. Ну, да, возможно, там никто и не платил за вход. Есть такая вероятность. Да. А еще на такой конференции не было мерча. Столько денег вбухали. Мерч был, его просто было немного. Не, в смысле, не было официального мерча конференции. Знаешь, когда ты приходишь, тебе на старте дают пакетик там с, не знаю, с кем-нибудь плюшками амстердамскими. Скажем так. При том, что я же на самолете летел. А, и ты на самолете летел. Но я занесел в какой-то терминал. Короче, я когда с самолета выходил, там прям по дороге из терминала на телеках висела, даже не реклама, там просто висело в фиолетовых тонах сообщение, это на конференции Welcome to World Summit AI. То есть это даже не реклама, потому что это уже не принесет тебе новых покупок. Это, скорее всего, они там заключили договор с какой-нибудь компанией, возможно, с аэропортом, я не знаю. И один из бонусов, вот такая реклама была. А это не дешево, как бы в аэропорту вешать такую рекламу. Ну, такая, если люди за вход столько платят, то можно и повесить что-нибудь. И при этом доклады, которые мы видели, ну, вот все как один, типа, видно, что компании купили места для своих спикеров, и что-то там спикали. И все про бизнес. У меня больше всего прикольнул этот доклад про AI Act, в котором чел рассказывал, как классно они раскатили AI Act на всю Европу. Да-да-да-да, что это вообще благо просто. Да-да-да. И при этом ни одного острого вопроса, там Флоп, что-то пытался задать какие-то острые вопросы, он рассказывал на чел, с которым с нами ездил, наш друг. И ему не ответили на эти вопросы, просто, типа, сказали, все, закончено. И все, с кем мы... Ну, все стартапы, с кем я разговаривал, как один говорили, да, AI Act, это прям странная какая-то фигня, вот мы там ждем, когда все изменится. Ну, как-то... Я разговаривал про AI Act там с ребятами из крупных компаний, и они все видели бэдж-пресса, и сразу такие... Заминались, да? Ну, да, мы, конечно, это, конечно, надо, защита данных, все дела, все хорошо. Конечно, сложновато, но вот вроде что-то крутимся там. Помнишь, мы на это сходили на воркшоп Эрнестон Янга, это компания, которая аудитами занимается, крупная. И они там на аудитах, типа, не хотели особо тоже на вопросы отвечать, видимо, бейджи наши видели, а потом, когда мы вышли из аудита, там чел из Эрнестон Янга молодой подошел к нам и такой, типа, ребят, вот по-человечески тоже не понимаю, а еще это за фигня с Тимой Янгом. Да, 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 да. Он отказался говорить от имени компании, естественно, и свое мнение выражал. В следующий раз надо брать наклейки, заклеивать прессу чем-нибудь, типа, не знаю, кофешоп. Да. Уровень билета кофешоп. Кто знает, тот знает. Типичный амстердамский билет. Ну, короче, я к чему? Я надеялся, что мы съездим и порадуем наших дорогих, уважаемых подписчиков крутыми инсайдами про Яй в 2025 году. А порадовать нечем. Ну да, не с кем поговорить было. Даже контактов я даже не набрал контактов. Вот я же там часто эти воркшопы делаю там по своим активностям. И в подкаст мы кого-то зовем. Там некого было звать. Что удивительно, русскоязычных спикеров вообще не было. Ну, либо они были, но их не было видно. Хотя в амстердаме большое комьюнити. И в целом все про бизнес. Инженеров найти нереально. Даже на стендап-стойках там стояли в основном продавцы. С ними про инженерию проговорить было сложно. Зато Леша сделал себе крутую фотографию в стиле Звездных войн нейросеткой. О, я даже могу ее показать. Для тех, кто смотрит нас в онлайне. Сейчас. Для тех, кто смотрит нас в онлайне, ее не увидят. Потому что мы без камер. Вот она. При том, что стенд этот был компанией Когнизант, да? Когнижен, как я их назвал. Да. Ну, похоже, похоже. Похоже. Еще как похоже. Я свою не покажу, потому что она осталась дома, я не дома сейчас. Но тоже сделал. Слушай, а у меня же есть еще фотки наши с предыдущей конференции в Берлине, которая была, которая получше. Я их показывал? Или их не стоит показывать? Не надо, Леша, не надо. Хорошо. В общем, захотите ехать на World Summit, подумайте в следующий раз. Там еще ребята рассказывали, что это второй раз он проходил, а первый раз для стартапов было сильно больше внимания. В этом году процентов так на субъективным ощущением процентов 90 было отдано под бизнес спичи и бизнес части, 10 процентов под стартапы или стартапов маленькая была. В прошлом году, говорят, было полностью наоборот. Но, видимо, в прошлом году нифига не окупилось, и они решили все под бизнес заточить. Короче, уважаемые подписчики, вдруг вы знаете хорошие ей конференции в Европе, пожалуйста, накидайте нам. А вдруг мы что-то упускаем какой-то скрытый алмаз где-нибудь? Да, что-нибудь типа... Сейчас же такой век AI-конференции, когда ты не знаешь, на что ты попадешь. Вот одна из крупнейших AI-конференций, которая в Сан-Франциско была, не помню, как она называлась, недавно проходила, где OpenAI Миру Мурати выставил как сетё, которая должна была там выступить. За три месяца ее начали пиарить. В итоге на конференции, когда уже состоялась, Миру Мурати уже не было сетё. Как бы, представляешь, люди купили билеты, чтобы с ней привезли. А наступать пришлось. Ну, наступать, видимо, пришлось, да. Но Амстердам хорош. У меня прям инсайды по Амстердаму. Ну, в хорошем смысле слова. Мы там на лодочке поплавали. Этот офис, вспомни этот офис Букинга. Это же просто трындец громадина. Да, там прям в центре Амстердама громаднейший офис Booking.com. Он просто стеклянная бандура. Ну, во-первых, выглядит красиво. Во-вторых, он громадный. Я даже не знал, что у Букинга таких размеров офис. Я не знал, что в Букинге столько людей работает, видите. А еще к нему можно на лодке подплыть, я так понял, там, с двух или с трех сторон. Это просто трындец. А какое разочарование нас ждало, когда мы в WeWork захотели пойти поработать? Да, мы хотели пройти в WeWork. Это сеть коворкингов. Потому что насмотрелись фильмы про WeWork. Да. Короче, хотели прикоснуться к великому, но там было занято. Вот просто весь коворкинг занято. Полностью весь. Там все три на весь WeWork. Странно, что их только три, кстати. Учитывая, что в Амстердаме столько айтишных компаний, как оказалось. Не, в Амстердаме их было больше трех, лишь три это были самые близкие к нам. А, да? Я думал, только три. Окей. Но зато мы халявных сникерсов там с твиксами нахватались на ресепшне. Потому что на ресепшне никого не было, да? Вот. Ну, прикольно. Прикольно. Витя даже захотел жить в Амстердаме. Я бы с удовольствием жил в Амстердаме, если бы там не было так дорого. Дорого, согласен. И погода странная. И погода странная, да. Мы жили в сколько? Четыре километра где-то от конференции, если пешком идти. Ну, примерно. И примерно столько же, наверное, от центра города. Да, и мы пешком шли до конференции в один из дней. По дороге погода солнечная до дождливой сменялась в два раза. Да, и на ветреную еще. И на ветреную. Очень крутые паромы. Слушай, когда были в прошлый раз с тобой в Амстердаме, мы паромы вообще не видели. Как-то они мимо нас прошли. Да, там через реку проезжают паромы, и они бесплатные. Типа вместо мостов. Там даже машины в паромах, даже фуры заезжают. Такие такси бесплатные. И ходят раз в 10 минут. Прям прикольно. Я такого нигде не видел. Удобно. В общем, может быть, встретимся в следующем году где-нибудь в Амстердаме. Но только конференцию надо получше выбрать. Ну да, пожалуй. Так что пишите в комментариях. Ладно. Слушай, давай это... У меня есть предложение по поводу наших разгонов. Так как у нас микрофоны продолжают ставить, а значит люди хотят, чтобы мы пели. Поэтому петь не будем. Нет, нет, нет. Но лошадей тоже примечательное количество. Там не кратный отрыв лошадей от микрофонов. Лошади, это если что, люди голосовали за то, чтобы не петь. Там соотношение где-то в итоге 2 к 1. То есть 33% за то, чтобы не петь, 66% за то, чтобы петь. Я предлагаю петь через раз. Это не потому, что я сегодня не подготовился или потому что... Да ладно, так и скажи. Не-не-не. Ну смотри, одним выпуском почиваем аудиторию, которая не хочет, чтобы мы пели, а вторым выпуском уже отрываемся. И тут есть плюс. Вот сегодня выпуск мы не поем и по сегодняшним выпускам мы можем собирать комментарии с заявками на трек, под который в следующий раз я буду петь, потому что я в следующий раз пою. Ну как. Хорошо, ребята, напишите в комментарии, какую песню вы хотите, чтобы Леша спел. И в следующем выпуске я спою. Не песню, песню-то нам и я и напишу, а вот мотивчик. Мотивчик, да. Музыку, да. Ну и так как мы без музыки теперь поем, вы заодно попытаетесь угадать, что это было за песня, что-то не всегда представляется. В общем, пишите в комментарии, какую песню вы хотите, чтобы Леша спел и почему это Максим вдоль ночных дорог. Собака. Ладно. Ну что, будем начинать? Ну поехали, поехали. Всем привет-привет. Вы слушаете 45-й уже, 45-й, офигеть, выпуск подкаста «Я и мы с тобой, Витя, уже вещаем почти два года, наверное. 45 выпусков. Раз в две недели». Там, по-моему, в декабре, или в декабре. Днюха, да? Днюха, да. Ну смотри, мы стабильно раз в две недели вещаем. Мы ни разу не пропустили, по-моему, да? Один раз. Один раз пропустили. Мы с тобой болели вдвоем. И что, целый месяц нас не было? О, а точно. Вот, короче, получается, 24-й, 48-й, 47-й выпуск будет юбилейный. Поэтому практически два года мы вещаем для вас все самые свежие новости и Яя. Единственный в своем роде русскоязычный подкаст. Так что, если вы сюда попали в первый раз, оставайтесь с нами. Как всегда, за микрофонами бессменная ведущая Алексей Картинник и... Виктор Швенченко, всем привет. Я бы хотел добавить, что даже если вы попали сюда второй раз, то тоже оставайтесь. Ну, а Олды мы всегда нежно любим и почитаем. Олдов, которые с нами давным-давно. Значит, сегодня мы вам будем много рассказывать, чего... Потому что новостей было немало, как обычно. И в этот раз новости были группировочные. Скажем так, можно их сгруппировать, потому что прошло несколько больших конференций, про них поговорим в основном. Но давай, прежде чем начать с новости, лупить. Можно так говорить, да? Можно. Можно? Можно. Это нормально. Короче, прежде чем залупить... Вот так уже не надо. Но если бы я с музыкой работал, так бы можно было сказать. Короче, сначала давай расскажем, благодаря кому мы делаем уже на протяжении практически двух лет наш стартап, чтобы выразить благодарность и нашу аудиторию познакомить с нашими крутыми корешами. Наши крутые кореша из Ingex, оно же Engineering Excellence, это крутейшее сообщество для всех разработчиков, которые хотят развиваться и становиться классными инженерами. Все так. Сообщество это существует давно, сообщество это имеет кучу экспертизы в внедрение практик хорошего excellent программирования в большие компании, в малые компании, на уровне каждого разработчика. В общем, все то, что вы читали у дядюшки Боба, все то, что вы читали в рефакторингах, ребята имплементируют в жизнь. И с этим можно познакомиться, собственно, в сообществе Ingex. Мы ссылку, как всегда, оставим на само сообщество. Ну, а лучше всего ознакомиться с тем, что делают ребята через их курсы, потому что они делают качественные курсы. Что за курсы мы сегодня подсветим? Делать не просто качественные курсы, а качественные курсы для вас. Первый курс называется Generative AI for Managers. Если вы менеджер команд разработки, которые так или иначе сталкиваются с AI, планируют работать с AI, или уже работают и строят GNA-приложения, то этот курс для вас он расскажет, как эффективно управлять подобными командами. Второй не курс, а подарочек от нашего другого другана и Нивея Клаба называется Kotlin Page. От наших родителей, другана. Мы же выросли из Нивея Клаба. Именно так. Ребята собрали материалы по Kotlin'у Андроиду на одной странице, и там вообще есть все, что надо для того, чтобы стать Kotlin-девелопером. Там и прорезюме, и вопросы, и собеседование, как проходить, и курсы от LinkedIn'а, и курсы от Инджексов, и всего, чего вообще в целом вы хотите. А самое главное, что там есть ссылка на наш документальный фильм. Если вы еще не смотрели, мы сделали нашей командой, мы же в аневое клубе так-то работаем, в аневое клубе мы сделали документалку про Kotlin. Мы над ней работали, блин, 10 месяцев. Вышла на уровне Netflix'а. Я вам вот... Это сейчас без прикола. Реально, уровень Netflix'а. Если вы ее еще не видели, обязательно посмотрите. Там не про сам язык больше, там про то, как создаются языки. Так что, если вы не шарите в Kotlin'е, или вообще даже в программировании не шарите, я думаю, вам все равно зайдет. Очень человеческая история получилась. Все так, все так. Это там тоже есть. В общем, есть все, что для Kotlin'а. Там же, кстати, можно получить бесплатную LinkedIn-лицензию, напоминаю, которая так нафига денежек стоит. До сих пор они у нас еще остались, я думаю, уже закончились. Остались, остались. Ну да, курсы на LinkedIn 200 баксов, по-моему, лицуха стоят. Можно бесплатно через клуб получить. Вот. И самая последняя история, это достаточно не новый курс, он называется NJX Code Review, про то, как эффективно проходить, проводить код-ревью. Чем крут этот курс? Тем, что на него снизили цену, в первую очередь. Куда уже снижать? Он и так дешевый был относительно, ну это целевая аудитория инженеры. Причем, Code Review это один из базовых навыков, которые инженерам нужны, в котором прям надо прокачиваться. Куда ниже? Он стоил там 50 баксов. Теперь он стоит 10. Экспериментально на несколько месяцев стоит 10. Поэтому, хотите... Короче, есть пару месяцев, чтобы урвать. Налетай, торопись, покупай и код-ревись. Ну да, да. А если вы вдруг, не вдруг, вообще-то не вдруг, у нас же большая часть аудитории не инженеры. Мы с тобой просто привыкли, что мы с тобой в айтишке работаем, и вы, я и крутимся тоже вокруг айтишки. Так-то нас слушают много ребят, которые с айтишкой-то и не связаны. Например, там художники, например, просто ребят, которые хотят знать, быть в курсе и новостей. Это тоже все наша аудитория. И даже для вас, у NGX, несмотря на то, что с инженерией вы напрямую не связаны, есть курс, который называется его сегодня отдельно выделять не собирались, но я подумал, что для остальной части аудитории будет полезно. Prompt Engineering Foundation, хоть оно звучит как Prompt Engineering, есть слово инженерия, но на самом деле курс этот достаточно базовый и объясняет правила того, как правильно делать промпты, как правильно общаться с LLM-ками, чтобы получать лучшие ответы. Так что если вы с LLM-ками, с чат-ботами еще на «вы», хотите оставить на «ты», то этот курс тоже для вас может подойти. Обязательно посмотрите на него. И ссылочка будет в описании, и на него тоже действует скидка в ближайшие пару месяцев. Просто предложение на любой вкус и цвет. Не, ну ребята молодцы. Я считаю, что, во-первых, там здоровенная экспертиза у ребят, потому что они занимаются так-то, NJX занимается яй-трансформацией в крупнейшей компании, которая входит в «Яманг», как мы знаем, первая буква «Яманга» это та самая компания, в которой NJX свою экспертизу провайдит. «ЕПАМ», если вы вдруг не поняли, это «ЕПАМ». Я думаю, наши слушатели все знают все-таки компания, которая тоже с какой-то точки зрения батька и мамка все этишки послышные. И, ну, короче, в экспертности ребят, которые эти курсы делают, сомневаться не приходится. То есть, если в «Линкедыне», в «Курсере» какой-нибудь, вы идете на курс, надо угулить ребят, смотреть, что там преподы, то тут, ну, да, вопросов не встает. Ребята, все наши коллеги, ребята все с реальными задачами работают, и потом это выливается в курсы, которые в том числе проходятся и нами, и нашими коллегами. Да, и, кстати, если курс не понравился, во-первых, всегда можно деньги вернуть. Ну, да. Вообще без проблем. И даже написать нам фидбэк, а мы его обязательно передадим автору. Ну, да, буквально через одно рукопожатие. Ну, а кроме наших корешей, у нашего чата есть еще два замечательных, абсолютно бесплатных ресурса, которые вам могут помочь в развитии. Это наш телеграм-чат, у нас там уже более 1300 человек. У нашего чата, ты сказал, есть телеграм-чат. Да? Да. Ну, вообще-то, у нашего подкаста, да. Найти нас просто, вводите в поиски в телеге AIA подкаст, либо просто пишите AIA подкаст, без пробелов, попадаете к нам, там у нас... Ссылки в описании ролика. А, ну да, кстати, ссылочка тоже есть. Полная свобода, творчество и новости, которые мы сегодня будем обсуждать, они там тоже появляются, по большей части, так что можно быстрее подкаста отслеживать новости. Плюс мы там вещаем в онлайне. Каждую вторую неделю, в четверг, либо в пятницу, мы стабильно выходим в онлайн и в онлайне записываемся. Можно поучаствовать. Сейчас мы в онлайне, вы нас слушаете уже в оффлайне, записывались мы в онлайне. Да. И вы не услышите те три с половиной часа разгона, которые мы всегда делаем в Телеграме, а потом вырезаем, потому что мы не можем... Да, ребята в IP пишут, что у нас длинные разгоны, а то вы еще не слышали наши разгоны в Телеграм-чате. Да. Ну, к сожалению, то, что мы там разгоняем, не может войти, по некоторым правилам, в основную этих подкастов. И второй сервис, который тоже делается комьюнити нашего подкаста, не побоюсь этого слова, это каталог сервисов, которые мы здесь обсуждаем. На Гитхабе лежит полностью открытый код, код написанный я им, мной, Витей и ребятами из нашего комьюнити. Найти его тоже очень просто, www.glub.github.io, ссылочка будет в описании, там уже более 300 сервисов. Мы за эти два года ведь с тобой обсудили как минимум 300 сервисов, потому что в каталоге далеко не все попадает, только то, что глаз выцепливает. Но если вы вдруг... Сколько сервисов ты говоришь? Три сотни. Три сотни, тебе послышалось. Да, так что если вдруг помните, что мы о чем-то говорили, но забыли ссылку, заходите на каталог, и там есть удобный поиск, можно найти по номеру выпуска, по теме, по тегам. Можно закоммитить, заданать пока нельзя, можно закоммитить свои сервисы, можно код закоммитить, если вы хотите в Open Source покоммитить. Ну и, конечно же, можно поставить звездочку. Поставьте, кстати, пожалуйста, если еще этого не сделали. Все, теперь можно к новостям? Наконец-то мы переходим к новостям. Необычайно короткий разгон сегодня, 20 минут. Вообще просто максимально короткий. Видите, мы учитываем ваши фидбэки из комментариев, сократили разгон. Какие комментарии? У нас есть комментарии, да? У нас есть комментарии. Ты читаешь комментарии? Пишите, оставляйте комментарии. Я после прошлого выпуска понял, что я никогда больше их не буду читать. После моего прошлого разгона, Витя, я больше никогда в жизни не буду читать комментарии. Я вообще думал, в выпуске больше не записывайте. Пишите, пожалуйста, Леша, такой комментарий, чтобы он начал снова читать комментарии. Это задача со звездочкой. Я ему передам все. Короче, первая рубрика. Переходим просто не затягивая время. Она называется «Большие рыбы». «Большие рыбы, большие рыбы». И большие рыбы. Да, кто не знает, это рубрика, в которой мы обсуждаем, основные AI-компании, мастодонтов, так сказать, мира AI. Такие компании, как OpenAI, что там еще. Ну и все, собственно говоря. Но, кстати, сегодня OpenAI будет далеко-далеко сзади. В смысле, сзади далеко. Не было новостей про OpenAI прям стоящих. Ну, мы там пару за уши притянули. Ну, как бы судьба притянула, а не мы притянули. Судьба притянула. А начинаем мы с Adobe Pro Max 16 плюс Ultra. Так, Витя, это не про iOS. Подожди, это про Adobe все-таки. Кстати, правильно, Adobe. Adobe, да. Ну, про Adobe. Про Adobe. Adobe Max. Adobe Max, это конференция. Adobe, это не конференция. Это персонаж из Гарри Поттера. А, там за Adobe. Эй, Adobe. Эй, Adobe. Короче, в Adobe прошла конференция. Очень шумная конференция. В смысле, очень много это делали. Миллион, я ее не смотрел. Я читал касты из твиттера. О, я все посмотрел. Ой, ты все посмотрел. Конечно, я же пользователь. Можно нам сейчас рассказывать, что там интересное показывали. Я знаю, что показывали новый Firefly. Показывали. Давай так. У нас Adobe, кстати говоря, редко попадает в большие рыбы. Потому что Adobe, это компания вот по типу Apple. Они сидят тихонечко, а потом как что-нибудь выкатывают. Даже лучше, чем Apple. Apple сидит тихонечко, пока непонятно, чего они там сияют. А Adobe такой сидит, полгода сидит. А потом хоба, Generative Fill в фотошопе. И все такие, ааа, блин, это будущее. И с этим Generative Fill носимся полгода, офигеваем от него. А Adobe молчит. Потом... Показали чуть больше, чем просто Generative Fill. Нет, так это я рассказываю для тех, кто вдруг не знает. Adobe такая компания, которая просто один раз что-то выкатает, и все просто в афиге. И вот эта конференция, это был вот этот вот афиг, но только в квадрате. Потому что Adobe мало того, что выкатили то, что обещали, они выкатили на тысячу процентов больше того, что обещали. Я напоминаю, что буквально там выпуска три или четыре назад мы обсуждали, что Adobe официально заявил, что они выпустят Video Generation модель, что-то типа ссоры, к концу года. Да, туда было дело. Они ее выкатили. И они ее выкатили... Они выкатили просто еще миллион всего. Буквально через месяц. Ну кто в наше время вот так вот обещает и сразу же это делает? Ну вроде как только антропики, может быть. И то антропики. Берите, ребята, неправильно вы делаете. Берите примероскопы на я. Сначала релизить, а через полгода доставляете юзерам. Не, я не знаю, как Adobe вообще на это все расщедривается. Как у них хватает и совести в хорошем смысле слова. Ну типа они делают все как надо. Значит, ты правильно сказал, что они выкатили Firefly новый. Но как бы, наверное, честнее будет сказать, что они выкатили кучу новых фишек в своих основных продуктах. А это Adobe Premiere, Illustrator, Photoshop и там какой-нибудь этот After Effects. Выкатили кучу нутра Firefly в этих продуктах. То есть они распилили Firefly и распихали наконец-то по всем продуктам. И некоторые из этих инструментов, которые они на конфе показывали. Конфа вот буквально два дня назад закончилась. Некоторые эти инструменты уже доступны. То есть они мало того, что их показали, они еще их и внедрили. Инструменты просто мозга крыша сносящие. Их можно разделить на инструменты, которые используются по программам. Типа в Premiere, в Photoshop. Но так как они еще не все доехали до всех этих программ. И некоторые из инструментов существуют как просто отдельные Proof of Concepts, которые непонятно пока как будут встроены. То, наверное, лучше разделить эти новинки по сферам применения. Это фотки, видео, векторная графика, аудио и 3D. Вот пять категорий. Давай, попробуем. Короче, они взяли этот Firefly и распилили его на все эти категории. То есть оказывается, у них в Firefly в экосистеме модели были не только заточены под изображение, но еще у них есть модель под вектор, заточенная, с вектором и работает. У них есть модель, заточенная под дизайн. То есть делать что-то там, дизайн и просто дублировать. У них есть модель, заточенная под 3D. И на конференции они еще очень сильный акцент делали на новую модель, видео. Собственно, это конкурент SORI. Она так и называется, Firefly Video Model. И все эти компоненты разлетелись по разным продуктам. Значит, они показывали по проекту. Чего ты зеваешь? Ты не зевай. Ты чего? Ты еще не поднимался. Ты не всекаешь, какую инновацию новую сделать. Ты трындец. Только послушай. Они сделали кнопку в фотошопе «Сделай мне хорошо». Вот натурально. Кнопка, вот ее надо было. Это самая кнопка, о которой все мечтали. Да, да. Если ее в переводе не назовут по-другому, я буду расстроен. Так как она работает, давай. Называется эта функция Perfect Blend и объясняется на просто. Вот ты когда в фотошопе, например, есть тебя как-нибудь сцена, там лес темный, да. Есть твоя фотка всратая с выпускного, где ты стоишь там в школе, улыбаешься такой шариками под цветом лампы желтой. И вот ты хочешь себя улыбающегося поставить вот в эту сцену темного леса, и будто бы за тобой, там, не знаю, Чикатило гонится. Ну, конечно, хочу. Ну, конечно, хочешь. Вот раньше, чтобы это сделать, тебе надо было сначала себя вырезать аккуратно, потом вставить на эту сцену, а потом еще часов пять или шесть, извините, сношаться с тем, чтобы полностью изменить свет на тебе, потому что на тебя светит желтая лампа, а ты в темном лесу. И это доходило до того, что люди чуть ли не с нуля перерисовывали графику, потому что, ну, тебе надо по факту каждый пиксель переделать. Это не просто там, знаешь, яркость добавить, брать, нас убрать. Надо прям источники менять, направление менять. Вот они сделали кнопку Perfect Blend, в которую ты просто вставляешь себя красиво в темный лес, нажимаешь, сделай мне хорошо, нажимаешь Perfect Blend. Она через пару секунд тебе выплевывает абсолютно идеально переделанного тебя в свет вот в этой композиции. То есть она понимает, как свет падает в композиции, где солнце, где тени, и перестраивает твою фотку, вставленную, полностью сделанную под этот свет, и даже тени накладывает. Посмотрите демку, ссылочку на все эти нововведения в рамках одной статьи мы оставим в описании, там прям в одной статье все нововведения показаны с видосами. Это просто вынос мозга. Буквально девчонка на сцене за две минуты делает то, что раньше занимало, ну, десятки часов. Блин, это охренеть. А я знаешь еще, что видел. У тебя у нас тут этого в сценарии не написано, но там была демка, короче. Они сделали, короче, работу не с графикой, а с лицом. То есть у тебя открываются настройки лица, и там есть ползунок, например, типа happiness. И ты вот этот ползунок двигаешь, и в реальном времени типа улыбка уменьшается или увеличивается на лице. Ну да, они там еще много, они в рамках каждого из проектов много показывали примеров, вот с лицом я видишь не видел. Это прикольно, это безусловно прикольно. Короче, все эти фишки мы будем еще, я думаю, не меньше года осваивать, тестировать. Не все эти фишки еще попали в бету. То есть те, кто фотошопами и продуктами пользуется, знают, что для того, чтобы к новым фишкам получить доступ, надо скачать отдельную версию. Что называется на бета, доступна она всем, у кого есть подписка, я уже себе всего бета накачал. Вот Perfect Blender пока что нет в фотошопе бета. Дальше второй проект, который тоже относится к фото, но на самом деле вот будет применяться в видео. Это Clean Machine. Это вообще какая-то нафиг магия просто. В чем фишка? Там вот в чате, кстати, Валера пишет, что работа со светом это одна из самых сложных задач. Действительно, это потому что тебе по факту надо перерисовать почти полностью картинку. Вот JPG-шку полностью перерисовать по факту надо. Что делает Clean Machine? Она удаляет объекты в видео, либо перерисовывает объекты в видео. И это надо видеть. Просто вот я с видео работаю, я знаю, насколько это сложные штуки. Те, кто с видео работают, они должны писаться кипятком от такого. Есть у тебя, например, фотка, там вот в примере показано парочка, которая фотографируется, у них свадьба. Видео. Видео, видео, видео. Есть у тебя видео, где парочка целуется на фоне ярких вспышек фейерверков ночью. Вот парочку снимают снизу, на фоне неба, и там фейерверки. И у тебя, когда фейерверк взлетает, у тебя видно все эти красивые хвостики фейерверка, когда он взрывается, то суперяркая вспышка, и у тебя засвет полностью в этот момент на кадре. Засвечивается на фиг все, головы целующихся, все засвечивается. Ты берешь, нажимаешь кнопочку клин машин, эта штука анализирует видос, находит кадр, где фейерверк незасвеченный летит, видит, как там в динамике двигаются волы этих влюбленных. И буквально через несколько десятков секунд выдает себе видос, в котором при взрыве фейерверков засвета нет, все прорисовано четко, окружение, целующаяся парочка, и фейерверк перерисован так, будто бы там нет засвета, будто бы он продолжает взрываться, но без засвета. То есть полностью, просто в афиге. Или там второй пример показывают, как делается проходка панорамная по городу, просто вот камера с какой-то вышки, там по условному Нью-Йорку вот так вот проходит, показывает этот Нью-Йорк, в какой-то момент в кадр попадает какая-то стойка железная, которая на переднем плане появилась. Под нажател этой кнопки за 10 секунд вся эта проходка меняется так, что этой планки нет. То есть просто проходка по городу. То есть она просто удаляется. Она определяет, что лишнее на видео и удаляет. Она еще сама определяет. Сама, там не надо даже самому показывать, она сама определяет, что лишнее, удаляет и дорисовывает того, чего не хватало. Вау, вау, вау. Или там, пример с космосом, чуваки снимают на таймлапс, как звезды двигаются, и в некоторые моменты из-за того, что там то ли машины проезжают рядом, в линзе засветы происходят. Ну, свет попадает на линзу. 10 секунд ни одного засвета. Просто движущееся небо, все про... Я просто в афиге смотрю на это, у меня пачка отвисает. Подожди, а управлять этим можно? Я могу сказать... Непонятно. Непонятно. Там можно писать промты, по-моему. Но насколько точно, непонятно. У них это пока клин-машина реализована, по крайней мере, на презентации, они ее использовали из какого-то тестового интерфейса. То есть непонятно, как оно в конце будет выглядеть. Идем дальше. И это только с изображениями работы. То есть вот этот даже клин-машин, он работает по факту с каждым кадром видео и заменяет их. Дальше у них с видео куча новых штук. Первое — это InMotion. Это преобразование векторных фигур в анимации. Как это происходит? Вот у тебя есть какая-нибудь векторная графика. Ну, векторная графика — это обычная графика, но которая может бесконечно увеличиваться, уменьшаться. Которая прописана математически. Вот у тебя есть, например, какое-нибудь, там, не знаю, слово, не знаю, Apple. И у тебя есть вторая векторная графика — это красивое яблоко. И тебе надо сделать анимацию перехода слова Apple в яблоко. Вот раньше это надо было тебе покадрово прорисовывать каждый кадр этой анимации, собирать ее в каком-нибудь гифку, либо там 24 кадра в секунду делать, делать видос. Тут ты просто берешь слово Apple, берешь яблоко, говоришь, вот это начало, вот это конец, пишешь prompt, сгенерируй мне, пожалуйста, графику в виде диснеевского перехода. Минута проходит, у тебя красивенько в векторе, не в векторе, красивенько генерится видос, в котором этот Apple перелетает красиво в яблоко. Не просто трансформируется, не пойми как, а вот прям с эффектами, там, с какими-то звездочками. Охренеть. Ну, типа... Слушай, тебе не кажется, что скоро фрилансеров, которые работают с графикой, станет еще больше такими темпами? В смысле? Я уже в каком-то из выпусков говорил, скоро не нужно будет уметь пользоваться фотошопом, чтобы быть офигенным фрилансером-дизайнером. Рисовать не надо будет. И, например, следующая фишка с видео, это только половина того, что там показали. Я все сегодня перечислю, я дотошный, блин. Следующая фишка самая неинтересная, но она показывает вектор развития лицензирования, ноу-хау называется, знать как. Это система проверки ватермарков на изображениях и система, которая показывает разницу между сгенерированным видео и оригиналом. Ты прям берешь сгенерированное видео, они по своей базе могут найти оригинал, либо ты подставляешь оригинал, и тебе в третьем окне выдается разница между ними. То есть выдается условно черный экран и маски с объектами, которые были дорисованы. Как это сделано? Ну как, просто, видимо, сравнивается покадрово два видоса, и разница вычитается, и делается третий видос. Ну окей. Плюс эта система позволяет, насколько я понял, еще и зашивать информацию в сгенерированное видос. То есть ты типа легально делаешь сгенерированный видос, у тебя есть условный весь паспорт на этот видос со всеми изменениями. И плюс они еще эту систему тренировали на определение ватермарков на изображениях, в видосах. Например, ты на какой-нибудь конференции, не знаю, снимаешь чей-нибудь, ну просто на телефон снимаешь какой-нибудь компании транспарант, потом загружаешь этот видос вот в эту систему ноу-хау, и тебе эта система ноу-хау, например, говорит, что эта компания на транспаранте использовала сгенерированную графику. Да ладно, серьезно? Да, да. Ну это, я не знаю, кол. Непонятно, как эти ватермарки будут устраиваться, наверняка это все обходиться будет, но штука интересная. Дальше у них векторные вещи. С векторами они сделали инструмент под названием Tournable, и вот это тоже штука, наделавшая шуму. У тебя есть, например, векторный дракончик, нарисован, ну векторная графика, она 2D-шная, просто она может масштабироваться бесконечно, потому что описано формулами все, кривые. Вот у тебя есть дракончик. Tournable позволяет этого дракончика 2D-шного вертеть в трех осях, вертеть. То есть ты нажимаешь на этого дракончика, у тебя там появляется... Подожди, он же плоский все равно. Он плоский, да, он плоский, но ты на него нажимаешь, у тебя появляются две шкалы, XY и, ну, типа, ты можешь его повернуть влево-вправо, вверх-вниз. Задаешь условно, насколько ты его поворачиваешь, ждешь немножко, и тебе сетка перегенеривает этого дракончика, повернутого на столько градусов. А, нифига себе. Офигеть просто. Просто офигеть. То есть, и более того, векторность сохраняется. То есть она перегенеривает, и еще это все в векторе у тебя остается. Это очень круто. Дальше больше аудио. Суперсоник вещь называется. Это просто пушка. У тебя есть, например, видос без звука. Например, там, темный лес, да? Ты пишешь промт, сгенерируй мне, пожалуйста, видос, звук под этот темный лес. Эта штука анализирует кусочек этого видео, и генерит тебе реально фоновый шум темного леса. Классно? Классно. Идем дальше. Ты вставляешь свою сратую фотку себя с выпускного и сзади бегущий чикатило с топором. Да, что ты с этим чикатило, господи-сего. Ну, допустим. Ну, не знаю. Ну, такое настроение. Ну, ладно. Ты вставляешь свою фотку с выпускного, не фотку, ты вставляешь в какой-нибудь видос, где надувается воздушный шарик в этом лесу. Ты в этой системе суперсоник прям на видос нажимаешь на шарик, видосе, вот останавливаешь, там на кадре шарик, нажимаешь на шарик и пишешь промтом, озвучь мне этот объект. Система сама понимает, что это шарик, видит, что его надувают и делает в звуке надувание шарика, встраивает в общую дорожку. Блин, ни хрена себе. Там просто трындец. Люди в примерах показывают, как они там дракон укрыли, ну, сцена делетит дракон, они там озвучивают махание крыльями, то, как он огнем дышит. Просто трындец. Единственное, что эта система не умеет, и это логично, она не может генерить речь, и она не может генерить музыку, потому что и то, и то авторское право. Вот. Дальше 3D. Это последняя штука, но, как по мне, она самая выносная. Я не знаю, куда они это встраивать будут. Ну, они это будут встраивать, скорее всего, и в фотошоп, и в премьеры, но там просто трындец. Во-первых, инструмент сценик. Значит, ты берешь, открываешь какую-то программу, не знаю, есть ли у фотошопа с 3D что-нибудь для работы, возможно, не у фотошопа, но фишка в том, что ты открываешь какую-то программу для создания 3D-объектов, 3D-сцен. Пишешь там промпт, например, сделай мне сцену кемпинга в лесу. Тебе эта модель за буквально минуту генерит все 3D-объекты, которые в этой сцене могут быть. Палатку, костер, деревья, скамеечку, все, что ты в промпте пропишешь. И прямо эта сцена, вот прям ты видишь 3D-объекты на этой сцене, ты можешь покрутить как угодно эту сцену, потому что это 3D. Вот ты покрутил как-нибудь, выбрал понравившуюся тебе перспективу, нажал... И текстуры тоже генерит 3D-объекты. Не-не-не, только 3D-объекты. Только 3D. Ты покрутил, нашел какой-нибудь план, который тебе понравился, и дальше ты нажимаешь кнопочку изгенерное изображение по этому плану, и оно тебе генерит, блин, фотореалистичное, либо какое угодно изображение полностью по этой сцене. То есть все эти объекты с текстурами совсем просто переходят в изображение. Блин, офигеть. Просто трындец. Это не все. Дальше с 3D-шкой Тул называется Remix a Lot. Это просто вынос башки. Они сделали из этого ремикс... Ну как, нет, это еще не вынос башки, это скетчер. Ты рисуешь какой-нибудь скетч на бумажке, вот у тебя есть твой пеппер, как твой планшет, Remarkable твой планшет называется, да? Ты рисуешь на нем какой-нибудь макет билета входного на конференцию. Там, не знаю, какая-нибудь пати, что у нас там, хэллоуинская пати, ты рисуешь там какой-нибудь макет билета, засовываешь в условный фотошоп, вызываешь этот тул, и этот тул полностью этот скетч переносит по промпту в графику фотошопа с текстом, со слоями, с изображениями, естественно, сильно улучшая графику из твоего скетча и делая просто... Я надеюсь, что улучшает. И более того, ты можешь с этим инструментом вот этот скетч в итоге полученный делать с разных разрешений, с разными соотношениями, он само будет понимать, как там картинки перекомпоновать, как текст менять. И третья штука в этом инструменте, ты можешь такой подумать, как-то мне не нравится стилистика вот этого изображения, которое сгенерировалось с моего скетча. Ты берешь референсное изображение, например, не знаю, тебе нравится стилистика старых билетов в цирк, когда там, знаешь, такая немашняя графика, какие-нибудь циркачи нарисованы. Ты берешь то изображение, находишь в интернете, скармливаешь в этот тул и говоришь, сделай по стилистике точно так же. И он переделывает весь твой скетч под эту стилистику. То есть текст остается то же, изображение те же, но стилистика меняется полностью. И это выглядит просто суперпрофессионально. Ты не знаешь, никакого срока. И сайт салфетки может нарисует. Да, да, Витя, да. Это одно из применений, просто там не показывали для программистов. И третий тул, который мне больше всего вынес мозг в 3D, это Hi-Fi называется. Это плагин для... Это группа такая. Ну да, эта группа, молодец, молодец. Эта группа и плагин для фотошопа, вот он просто геймченежем будет. Короче, что он делает? Ты этот плагин устанавливаешь себе. У тебя в фотошопе открывается два окошка. Одно окошко, в которое ты можешь либо загружать какую-нибудь графику, либо рисовать сам графику. Второе окошко то, что тебе генерит фотошоп. То, что тебе генерит плагин. И что происходит? Как они на демках показывают? Например, ты заселяешься в квартиру. Она голая. Голая белая стена. Допустим. Ты фоткаешь, с какого-нибудь ракурса вот комнату в своей квартире. Загружаешь в этот плагин, вот в это в левое окошко. Промтом пишешь. Сделай из этой квартиры суперкрутую квартиру в розовых тонах там в стиле лофт. И у тебя в правом окошке за считанные секунды появляется полностью вот эта вот твоя квартира, но только там с картинами, с перекрашенными стенами, то есть полностью переделанный в стиль лофт. И это суперфотореалистично. Это прям можно отдавать условному там дизайнеру, чтобы он это реализовывал в проект. Не дизайнеру, а строителю. Это первое применение. Второе применение это рисование. Ты такой думаешь, дай-ка я нарисую, там, не знаю, какой-нибудь диван себе в эту квартиру. Точнее, я хочу диван, не знаю какой. Ну, нарисую. Ты берешь в этом правом окошке, прям, берешь кисточку обычную и рисуешь суперсратый диван. Ну, мы же не умеем рисовать, да? Ну, как там диван рисуется? Ну, он прямоугольник, прямая, две подушки. Вот ты рисуешь суперсратый диван, промп там еще может дописать, какой этот диван там должен быть, типа кожаный, не кожаный. Всякий случай указать, что это диван, да. Это всякий случай, да. И у тебя в реалтайме, в правом окошке, этот диван появляется фотореалистичный. Угу. Более того, ты дорисовываешь на этом диване какие-нибудь элементы, там, кружечку, еще что-то, и буквально, там, через пять секунд у тебя на правом изображении все это в реалтайме появляется. То есть у тебя реалтайм фотореалистичный улучшайзер твоего говнорисования. Как в Самсунге прям. Я не знаю, как это в Самсунге, но на демках это просто трынде. Ты рисуешь, как будто бы в Пайнте какую-то всратую графику, а у тебя рисуется фотореалистичная офигенная штука справа. Я в детстве так и представлял, Леш, когда рисовал в Пайнте какие-то всратые вещи. Что-то они когда-нибудь станут такие. В общем, это супер какая-то крутая штука. Еще они, как правильно ты сказал, показали много других вещей, которые они вошли в основную деку. В частности, из них две вещи, которые даже некоторые можно подтыкать, очень важные для премьер-про программы. Это программа для работы с видосами, в которой я даже наши выпуски монтажу. Они обещали два месяца назад, два выпуска назад сделать генеративное продление видосов. Когда у тебя там заканчивается видос, ты взял его, протянул, у тебя нагенерились кадры. Вот они это внедрили. Это называется Generative Extend. Это уже доступно в премьер-бете. Это бесплатно под подписки. Подожди, давай здесь остановимся чуть подробнее, как это работает. То есть, вот есть интервью IT-бороды, к примеру. Да. Ты можешь взять, продлить, и у тебя еще нагенерится пара вопросов. Давай с интервью, сначала более простой пример возьмем, потому что интервью это суперсложный пример. Давай возьмем пример пролета дрона над океаном. Угу. Днездом кукушки, да. Вот у тебя пролетает дрон над днездом кукушки, футаж, то есть сам исходник 10 секунд. А тебе вот надо, супер надо, чтобы было 12 секунд, а не 10. Угу. Ты берешь этот видос прямо в Premiere Pro, это уже прямо сейчас можно делать. Я вот прямо уже пробовал. И это бесплатно, я думал, что это платно будет. Это бесплатно для подписчиков. Ты берешь этот видос специальным инструментом и тянешь на 2 секунды вперед. Угу. Дальше Premiere Pro уходит подумать. Пока что он уходит подумать надолго, но надо учитывать, что сейчас просто валом пользователи они тестируют нагрузки. Ну, у меня уходил он подумать на 2 секунды где-то на минуту, может, полторы. Угу. Через полтора минуты он тебе выдает сгенеренные 2 секунды видоса и, внимание, аудио. А аудио? Ну, да. Ты когда видос продлеваешь, если у тебя видос с аудио, то там и аудио может продлеваться. Угу. И в итоге он суперкруто генерирует реально продолжение пролета над Ниждом Кукушки. То есть абстрактно. Но подожди, то есть бесшовно получается. Абсолютно бесшовно. Если это что-то абстрактное, ну, типа не абстрактное, не очень сложное. Почему-то сеткой мы знаем традиционно сложно мимику человека рисовать. Если это какие-нибудь там леса, какие-нибудь проезды, над городами проходки, то он эти 2 секунды делает абсолютно, продолжает круто, бесшовно, практически не видно, ну, вообще не видно, что это сгенерированная графика. Более того, звук фоновый он тоже генерирует. Например, если там было жужжание дрона, то он 2 секунды еще это жужжание продлит. Более того, если он увидит, что в эти 2 секунды он нагенерит, как внезапно кукушка из гнезда вылазит, ну, вдруг, там можно промп-то писать, то он еще изгенерит там голос кукушки. Блин, ничего себе. Просто трындец. Единственное, что он не может сейчас, опять-таки, он не может генерировать голоса и музыку в звуках. Ну, и я пробовал продлевать интервью, он мимику лица очень криво рисует, там, он глаза очень странно, странно моргают. Ну, и, естественно, он не продлит вопрос, он не сгенерит. Можно просто сказать, что это гость такой странный. Ну, да, ну, применение куча. Например, там, не знаю, надо тебе на секунду продлить кадр, потому что на другой камере там чувак в носу ковыряется. Взял, продлил. Ну, это очень круто. Это прям... И это уже работает. Это уже можно делать. А прикинь, как будет в будущем, наоборот, ты снял секунду. Да, и сделал час. Продлил полтора часа, ну, там, все сгенерилось. Значит, это раз. Там есть ограничения, он максимум Full HD генерит, что уже немало, но в целом это работает. Вторая штука, которая пока нет, но которая тоже скоро появится, это будет суперздоровенный бум, это автомаски в премьере. Как-то объяснить. Короче, например, чтобы... Часто в видосах нам надо покадрово накладывать маску, чтобы, например, вставить объект какой-то. Либо, чтобы мы покадрово отмечаем, например, движущуюся руку, для того, чтобы потом эту руку, в этой руке заменить бэкграунд полностью. То есть часто в видеомонтажете приходится покадрово какой-то движущийся объект обводить, чтобы этот объект потом где-нибудь переиспользовать, либо ему фон поменять, либо что-то с ним делать. Это называется... Как в фотошопе, вот... Как в фотошопе. Вот останавливаешь видос на кадре и по точечкам пошел этот объект обводить. Потом следующий кадр точно так же. Есть там автоматические системы трейдинга, то есть ты можешь первый кадр ввести, последний ввести, фотошоп попытается... Ой, Premiere Pro попытается сам это все скадрировать. Но в целом это болючая очень работа, очень болючая и прям занимающая тонны времени. Они показали автомаски. Ты просто... Вот у тебя рука, ты просто ее выбираешь как объект, она у тебя выделяется, ты нажимаешь, пожалуйста, от трека ее, она у тебя трекается автоматически. Просто вау. Просто для видеоредакторов это какая-то магия. Вот. Ну и последнее. Они показали свою Firefly Video модель. Ну, собственно, вот они частично распилили. Вот в Generative Extend вот в этом расширителе видосов Premiere Pro используется в Generative Video. Но они этот Firefly Video хотят еще как отдельный продукт выкатить. Они анонсировали, что скоро мы выкатим его как отдельный продукт. Вот на этом сайте. Пожалуйста, встаньте в Waitlist, и мы вас оповестим, когда вы сможете с помощью этой модельки попробовать угренировать видосы. То есть это... Это вообще типа ссора от Adobe. Да. И примеры там крутые. Заметь, вот как работает эффект OpenAI. прикольно. Они ничего не релизовали, но все видеосети называют ссорами. Знаешь, я... Ну... Рент-ссора, убийца-ссора и так далее. Но это же работает уже не в плюс OpenAI. Ну да. Это их макает очередной раз головой куда-то. Я даже уже подумаю, что OpenAI просто видел, куда тренды идут и так хотела в поезд прыгнуть, что анонсировала то, что знала и еще не скоро выпустит. Просто чтобы... А может им просто пофигу. Блин, в завершении всего твоего Adobe-овского спича, Леша, я тебе хочу сказать, что у меня появилось четкое желание заплатить Adobe за подписку. Вот! При том, что я особо не пользуюсь фотошопом. Это же офигенно. То есть даже если ты не пользуешься, тебе все равно хочется это попробовать. Ну да. Я себе иллюстратор скачал и с иллюстратором никогда в жизни не работал, просто чтобы повертеть вот эти вот графики, вот эту векторную. Офигеть. И как вертится? Еще недоступно. Ай, жалко. Ну ладно, блин, слушай, офигенно, просто офигенное нововведение. Знаешь, что я еще заметил, что за многие-многие наши выпуски это один из, наверное, как будто бы крутейших примеров интеграции искусственного интеллекта в существующие продукты. О да. О да. Потому что часто, что часто чуваки релизную какую-то, релизу или какую-то модель, ты пошел ее там где-нибудь на Hagen Face и потыкал чуть-чуть. Ну и все на этом. А дальше что с ней делать? Ну как бы хз. Ну, кажется, будто бы Photoshop и вообще средства работы с графикой это как раз таки то, где все эти диффузионки, модели, которые с графикой работают, должны применяться нативно. И Photoshop это прям хорошо понял. Adobe это хорошо понял и просто внедряет это. Ну потому что Generative Fill, который они внедрили в Photoshop почти год назад, это вот заливка каких-то объектов по промпту. Это все. Эта штука стала просто по умолчанию инструментом. Я теперь везде его использую. Капец как. Везде. Даже где я раньше мог сам что-то дорисовать или удалить, выделить там и удалить кусочек. Я теперь делаю Generative Fill, пофиг, что там надо ждать 10 секунд ту генерацию или 15. Это тупо удобнее. А в некоторых моментах это неудобнее, это просто у тебя нет другого варианта. То есть они внедряют эти штуки так, что ты понимаешь, что без них ты уже жить не можешь. И не потому, что тебе дали что-то, знаешь, конфетку и что-то забрали, а просто потому, что это супер сильно упростило твою жизнь. И раньше так нельзя было, сейчас можно. Вот этот Generative Fill. Если мы в конце года будем раздавать премии от имени Ая Подкаста за лучшую интеграцию в Ай-сервисах, то, судя по всему, победит Adobe. Ну, я бы подумал. У меня есть еще варианты. Ну, кстати, давай запишем, чтобы не забыть. Давай запишем. Ну, ты еще, конечно же, хочешь свой любимый курсор сюда притянуть. А то. Спасибо тебе за этот BigDipDive. BigDip. Ну, в Польше BigDip, это, знаешь, это хорошее такое мясо. Это большой-большой компанда. Да. Хватит на целый год. Извините, у меня уже пятничное настроение, судя по всему. Короче, спасибо тебе большое за то, что рассказал нам дофига чего крутого про Adobe. Но я тебе давай немножечко расскажу про конференцию от Tesla. О, давай, давай. У нас Tesla и конфа V-Robot следующая большая рыба. Это, конечно, не совсем X от маска, которая у нас обычно в больших рыбах, но тем не менее. В парке Warner Bros. Discovery прошла конференция под названием V-Robot. Если что, это прямая отсылка к iRobot Айзека Азимова и фильм... Там прям запятая даже стоит. Типа V-запятая робот. И более того, продукты, которые они представили, они очень похожи на то, что мы видели в фильме Я робот. Собственно говоря, что было представлено? Представлено было три вещи. Робот Акси, робовэн и робот под названием Атлас. Собственно говоря, Атласа мы уже видели. Оптимус. Оптимус Атлас это бостон-денемерский. Сорян, да. Оптимус, Оптимус. Оптимус Прайм. Короче, Оптимуса мы уже видели в анонсах, уже видели в некоторых видосах и в том числе бывало, что и человек отыгрывал Оптимуса. Ну как бывало? Да. Ничего-то и не изменилось так-то. Ну подожди, мы к этому еще придем. К этому мы еще придем. В общем, собственно говоря, кратенько, робовэн это такой робоавтобус. Роботакси это двухместная машиночка, которая заменяет такси. Не там, не там, нету педали и руля, это полный селф-драйвинг. Причем Маск рассчитывает, что стоит это все будет вообще недорого, дешевле Теслы и появится на дорогах уже там в ближайшие годы. В 27-м году. В 27-м. Ну, мы знаем, как Маску верить. Да, это есть же термин, называется Elon Time. Это все, что говорит Маск, ты умножаешь где-то на 10 и получается примерный тайминг. Конференция вышла очень киберпанковая, потому что в какой-то момент там вышли роботы, вот эти вот не атласы, господи, оптимусы, вышли оптимусы ровным строем, разбежались по людям и начали с людьми общаться. Общались они очень круто, я еще думал, что это за ЛЛМки там такие под капотом, наверное, Грока туда как-то впихнули, генерация голоса, все отлично, причем голос очень человеческий. Там был робот, который работал барменом, например, он разливал напитки, причем прикольно, он не доливал напитки, чуть-чуть, ну там где-то полстакана он наливал, и чувак подошел, говорит, а налей мне полный стакан, он налил ему полный стакан ровненько до краев и передал. Я думаю, вау, блин, какие крутые роботы, даже не с точки зрения робототехники, да, а с точки зрения резонинга, что они прям реально замечали малейшие детали и понимали их. А потом... А потом 12 часов пробило, да, и все в тыковку превратилось. Потом оказалось, что так-то Тесла не успевает немножечко с роботами, их вообще не должно было быть на этой конференции. Но Маск очень хотел, чтобы там были роботы, потому что Маску нравятся роботы, ну и мне тоже, честно признаться, вот, и поэтому роботами пока что, пока что управляли операторы. Знаешь, эта новость прозвучала во многих СМИ о том, что там этими роботами операторы управляли, как что-то типа ай-яй-яй, зазорное. Ну и понятно, да, особенно после того, как этих роботов там когда-то отыгрывали люди, но с другой стороны я сижу и думаю, блин, да даже если и так, офигенные машины, которые двигаются очень плавно, очень четко, могут брать стаканы, пусть ими управляют оператором, но ведь это же готовые роботы для кучи разных, именно как технические, не хардвер, это хардвер на готовые куски железа для управления удаленно и делания большинства работ, которые люди делают. Те, от которых на самом деле вот-вот появятся и очень умный софт, так что не надо тут, ну то есть, конечно, поражать над маском мы любим, и это забавный фейл, но сами роботы очень крутые. Что интересно, я потом почитал некоторые отзывы об этом Оптимусе, типа, почему Мастер так захотел их показать, и он их захотел там показать, ну потому что, на самом деле, они новые изменения в нем сделали, просто не все из этих изменений получилось впрод довести до конференции, поскольку действительно там несколько недель оставалось, а так-то Оптимус сильно и хардверно вырос, у него, он теперь может сам ориентироваться без GPS-а в комнатах навигировать, там есть видос, как он сам ходит, сам по виженам, по видео просто определяет, что куда как идти, он умеет сам заряжаться, он теперь сам понимает, когда разряжается, идет на зарядную станцию, он посильнел, то есть, он может поднимать грузы даже сильно больше, чем человек, достаточно неплохо балансирует, это еще не атласы, которые там паркуром занимаются, но уже недалеко, он действительно понимает голосовые команды, то есть, ты ему можешь голосом либо жестами что-то показать, и он своей камерой и звуками поймет, что ты хочешь, там сходит, тебе колы принесет, и что самое интересное, во что меньше всего верится, ну, по крайней мере, так говоря, что все это работает на локальном железе внутри робота, не на облаке, если это так, то это прям суперкрутой прорыв. Ну, пока что непонятно, давай так, это то, что они обещают. Ну, да, да. То, что они обещают, но если так, то это будет очень здорово, и в завершении всего, почему Ви-робот, почему Я-робот, да, и роботы, и робот-такси, и робо-вэн, вот этот автобус, это все очень похоже на реквизит к фильму Я-робот. Кстати, точно, и поэтому там роботы должны были быть, ты хорош. Там же тоже и машины были, и автобусы были. Да, 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 офигеть. И они даже внешне, если вы посмотрите, кадры из фильма, то они похожи. По поводу сроков к 27-му году, что будут ездить такси робо-вэн, и там тоже есть, есть мнение, есть мнение, что Маск сильно верит в победу Трампа, хотя в последнее время, честно говоря, кажется, что это уже нереально. Но говорят, что если Трамп победит, то, возможно, будучи на короткой наезд с Маском, они заинтегряют законодательство в какие-нибудь штаты американские о том, что можно без руля и педалей машинам ездить, потому что в его роботакси нету средств управления, а это как бы напрямую запрещено законами всех штатов, по-моему, выпускать такие машины на улице. Должны быть органы управления. Ну, смотрим. законы, как мы знаем, меняются. Еще не так давно запрещали любые селф-драйвинг машины. Сейчас это все можно. Вот эти в Вейму ездят и отлично. Ну, кстати, да, в Вейму те, кто говорят, что это не будет ездить, вон, посмотрите, в Вейму нормально ездит. Кстати, давай я завангую, кто снял Warner Brothers? Какая компания? Ответь мне. Кто снял Warner Brothers? Что это такое? Господи, кто снял, я робот. А, Warner Brothers? Блин, я думал, что Warner Brothers, но нет, все-таки 20-й век Фокс. Было бы просто символично, если бы они не Warner Brothers это все делали, а на студии 20-го века по Фокс. У тебя, может, одно другим владеет? Непонятно. Может быть. И везде белорусы, я тебе так скажу. Потому что братья Warner это же знаменитые потомки белорусские, если вы вдруг не знали. Ты не знал? Нет, не знал. Братья Warner, которые звали Warner Brothers, по-моему, либо они, либо их родители были беженцами с территории современной Беларуси. Вау. Да-да. Так что мы везде. Все в наших руках. Давай, наверное, дальше подвигаемся. Я предлагаю двинуться сразу к... Мы пропустим часть новостей из сценария и потом вернемся, потому что тут хорошая подводка. Знаешь, где еще белорусы? Кроме Warner Brothers. Так, ну, судя по твоему сценарию в Perplexity... Все так. CTO Perplexity это белорус. Ты мне пояснишь, потому что там указано, что Денис Ярец. Ярец, я не знаю, CTO. Я погуглил этого Дениса и там про Perplexity ничего не написано. Написано про Metalabs. В смысле? Где ты его погуглить успел? В интернете. В интернете? Тебе ссылку на LinkedIn дать? Ну, окей, я... я тебе так скажу. Я этого чела сталкерю уже давно. И он, более того, меня даже заблокировал в Телеграме после нескольких сообщений. Я точно знаю, что он из Белоруссии, а в LinkedIn он просто ищется Денис Ярец, кофаундер из CTO Perplexity написанным. Наш парень. Ну, вот, не любит прессу. Я его хотел позвать на воркшоп один к нам в подкаст. Ну, короче, Денис, если вдруг смотришь, мы нормальные пацаны, я тоже нормальный, ты не удивляйся. Разблокируй в Телеге, пожалуйста. В Perplexity был большой апдейт буквально вчера. Вот, супер большой. Они внезапно наступили, вступили в конкуренцию с OpenAI, Anthropica и Google нововведением своим. Нововведение называется Spaces. По факту? Я знаю, что это такое. Так, это не то, про что ты подумал. Отходи уже от Амстердама. Нет, я не в смысле Spaces. Так, ты уже успел посмотреть, потыкать? Я успел посмотреть, потыкать, да. Ну, тогда рассказывай, что за ма. Короче, в каком-то... Ну, ты написал, что это аналог GPT, но это не совсем так. Короче, ты создаешь некую приватную вкладку, да, даже не приватную вкладку, а папку. И в этой папке ты можешь работать над проектом каким-то. Этот проект заключает в себя разные варианты поиска Perplexity. То есть, вот ты создал папку, например, не знаю, ремонт, да, и потом ищешь Perplexity, открываешь вкладочку в этой папке, там, типа, как правильно начать демонтировать батареи, и Perplexity тебе выдает, там, поисковый результат. Потом открываешь новую вкладочку, ну, считай, как файлик в папке ремонт, там, типа, как правильно закупить стройматериалы. И вот таким вот образом ты создаешь кучу-кучу разных поисков, вот, но из забавного. Туда, во-первых, я могу добавить кого-то, кто там рядом со мной живет, например, жену, да. Да, эта функция пока на сегодняшнее утро она не работала, потому что Perplexity это стартапы, они выкатываются с багами. Ну, да, 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 но теоретически такая возможность есть, и этот человек тоже сможет управлять этой папкой, у него появляются все мои результаты поиска, и туда еще можно подмешивать файлы, то есть, типа, а-ля такого рага. Ты добавляешь туда какие-то, сметы по ремонту, да, и он будет учитывать их в поиске. Кстати, вот с файлами я до конца не успел протестить, интересно, он будет их выдавать информацию из файлов в поиске, то есть, он будет файлы в том числе использовать для поиска, либо он будет информацию из файлов использовать для уточнения поиска. Понимаешь, в чем разница? Да, понимаю. По-моему, первый вариант, по-моему, первый вариант он ищет и в вебе, и в файлах, там можно даже выбирать, искать в вебе, в файлах, либо и там, и там. И, кстати, эта функция, она доступна уже и просто в поиске, перплексить и в результатах поиска будет выдаваться в том числе и то, что в файлах есть. Это называется Internal Knowledge Search. Ты описал это с интересной точки зрения, я не думал об этом как о папках с какими-то подпапками. Для меня это все очень напоминает projects в антропике. Это вот по интерфейсу те разработчики, кто с projects работал, это один в один оно. Вот точь-точь. еще же есть интерпретатор. В projects, ну, в самих как таковых интерпретатора нет. Там отдельно артефакции есть, но с точки зрения построения UI'а, projects, они один в один. Это выглядит как спейсы, разница только в двух вещах. Projects на все вот эти чаты в рамках projects, шарин и контекст, они все в контексте. Perplexity у тебя контекст для каждого чата свой. И все-таки я понял, что Perplexity, ну, это же не про общение с LLM, это про поиск. И по факту ты с этими спейсами можешь сделать специализированные поиски под конкретные темы. Например, у тебя ремонт, ты создал спейс под ремонт, в спейсе можно же кастом инстракшн добавить, который будет в каждом поиске использоваться в рамках этого спейса. Да, ты можешь написать, что у меня там трехкомнатная квартира, там, в таком-то городе, типа такого, чтобы релевантно... Ну, то есть это офигенный способ для того, чтобы сделать твой поиск по темам, которые ты часто используешь, еще более продуктивным. И даже это уже не... Перплексити, это в принципе даже не про поиск, это уже про обучение, потому что тебе не просто результаты выдаются, тебе выдается саморизация, с которой ты можешь поговорить. Это просто офигенный юзкейс. Мне кажется, что из всех этих проектов, GPT, Projects, у Anthropica, Games, у E-Mini, которые по факту все являются шаблонами для чатов. Ну да, да. Спейс — это самое нативное применение для всего этого, самое крутое. Вот оно прям просилось в Перплексити. Прям круть. Ребята вообще молодцы. На них там сейчас еще New York Times бочки катят, пытаются в очередной раз сказать, что вы редиск, и что используете наши статьи. Они уорды отбиваются. В общем, на Перплексити и корпораты давят, и в то же время они успевают, как стартапы, они реально небольшой стартап, инвестиций у них не то чтобы много, успевают еще и развиваться продуктов очень хорошо. Молодцы. Я уже даже думаю, что SearchGPT, которые, когда ты помнишь, заанонсили, которые уже немножко раскатываешь, что он им даже конкуренцию уже не составит. Несмотря на то, что это продукт от OpenAI, окажется, что Перплексити уже настолько вперед ушли. Слушай, я уже и забыл про SearchGPT, честно говоря, ты сейчас сказал, я думаю, ого, это что-то новое от OpenAI. Ну да, типа того. Идем дальше. Поехали, поехали. Помнишь, в прошлом выпуске мы обсуждали от Сэма Альтмана эссе, которая вообще непонятно зачем вышла? То ли в прошлом, то ли в позапрошлом. Ну да. Я уже не помню. Так вот, это какой-то новый тренд, потому что SEO Anthropica, Дарья Омадей тоже выкатил эссе. Но в отличие от Сэма Альтмана, оно прям хорошо. Оно прям с инсайдами. Но оно очень технооптимистичное, скажем так. Ну, наверное, да, хотя там есть и критика того, что, короче, эссе про то, что у нас ожидается. Оно действительно очень технооптимистичное, но он и минусы тоже подсвечивал, хотя они достаточно понятны, безинсайдовые. Но вот плюсы, они прям мне понравились. Там есть местами такие, про которые я даже не думал. Сэм большое. На страниц 10, наверное. Так что его можно... Мы читать не будем. Да. Давай основные пункты. Не знаю. Давай ты у нас технооптимист больше, поэтому ты про плюсы. Давай, давай. В общем, положительные стороны использования я в будущем, скажем так, для всего человечества, это то, что в течение пяти тире десяти лет будет большой скачок в области геронтологии, скажем так, и биологии. То есть люди станут жить качественней, люди станут жить гораздо дольше. Что такое геронтология? Наука о старении. Прикольно. Вот. И появится много новых различных лекарств, много способов, как генетические болезни побеждать и так далее и тому подобное. И чувак пишет чуть ли не о удвоении продолжительности жизни человека. Удвоение, наверное, имеет не 200 лет, да, в среднем все-таки человек живет там 60, наверное. 99. Я оптимист, 99. Я понял. Ну, хорошо. Тогда вот, два раза по 99 значит будет у тебя жизнь. Потом, повышение экономического роста и борьбы с бедностью. Каким образом? Таким образом, что искусственный интеллект поможет улучшать экономику, давать различные советы, оптимизировать экономические процессы и вот это вот все поможет самым бедным регионам перенять передовой опыт суперразвитых стран, и тем самым экономически расти и внимание еще укрепления демократии и правопорядка. Каким образом удалось бы особенно правопорядка? Но в первую очередь, конечно, имеется в виду то, что улучшится государственное управление, что государству смогут советоваться с ИИ относительно принятия более оптимальных законов и что таким образом удастся оптимизировать судебную систему с помощью ИИ. Ага, и мониторить, скорее всего, нарушения. Жесткие ежовые рукавицы демократии. У меня первый пункт больше всего понравился здесь, то есть он мягко намекнул, что наконец-то тупые политиканы были заменены более умными системами. А много где можно было и на скрипт заменить? Не только на ИИ. Ну и минусы он тоже выделял, правда они не столь яркие были, сильно меньше было на них выделено внимание, но они были. Во-первых, это опасность перед использованием ИИ авторитарными и тоталитарными режимами, тут понятно, все, ничего нового. Китай, слежка за гражданами. Меня это, кстати, удивило, ну как не удивило, я тут нашел небольшое кривление душой, потому что с одной стороны у него минус, это слежка в Китае за гражданами, а с другой стороны типа мониторинг нарушения прав человека, ну это же тоже как бы слежка. Ну вообще да. Одно у него в плюсах, другое в минусах. Ну ладно, понятно. Второе, это неравномерный доступ к технологиям, то, что богатые условно будут иметь доступ к технологиям еще больше, а бедные, соответственно, еще меньше. То есть расслоение такое, что только для состоятельных людей это будет доступно, если все продолжится так, как сейчас, когда корпорации управляют технологиями. И третья проблема, она не самая очевидная, но я про нее уже достаточно много читал и слышал, это проблема смысла. Когда, если все будет хорошо и там условно, безусловный заработок появится, и работу, которую сейчас люди делают, машины позаменяют, то большинству людей предстоит искать новые смыслы жизни. Например, ну и там наши слушатели наверняка, ребята, которые любят думать, фантазировать, для таких ребят проблем не будет. У тебя больше свободного времени, ты пошел, не знаю, крутить движки, делать новые атомные реакторы, делать костюм железного человека, пчелярню делать, все что угодно. Квадробером можно быть в конце концов. Это что-то, что можно в эфире произносить, да? Да, да, да. Окей, окей, хорошо. Это не квадрокоптер, это не то, что летает. Нет, 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 это то, что ползает. Курвабобер, что ли? Это неправильно. Ну, в том числе, ты можешь быть и курвабобером, когда ты квадропер, Леша. Блин, я думал, это что-то из запретных тем. Ну, а как бы давайте не забывать про большинство населения, которое там работает, например, на заводе, у которых работа достаточно несложная, повторяющаяся, и многим людям это нормально. Они просто зарабатывают денежку и как-то так живут изо дня в день. Вот таким ребятам, конечно же, нужно будет задуматься над новыми смыслами. И это большая проблема, которую в том числе SEO Anthropica видит, что уже пора задумываться, о чем мы будем занимать людей, которые окажутся без занятия. А без занятия люди на всякое способны. Да? Там начиная от депрессии заканчивая. Траву красит. Траву красит, да, чтобы солдат был занят чем-то. Короче, я все-таки, мы не будем, давай не будем делать вид, что ничего не произошло. Я сейчас расскажу нашим слушателям, что случилось. Расскажи. У нас с нашей был перерыв, мы отвлекались на рабочий митинг во время записи, так иногда бывает. И встретились снова и начали обсуждать антропик, продолжение темы антропика. И Леша много чего рассказывал там и про бач-мэстерджи с ЭПА, и про их новую политику безопасности и так далее и тому подобное. А потом выяснилось, что мы на запись не нажали. Ну, хорошо, что сейчас они пишут через 4 часа. Ну, да. Слушай, я тебя что-то еще тише слышать стал, может, микрофон поближе в прошлый раз был. Ну-ка, скажи, что. Раз, два, три. О, хорошо. Ну что, по второму кругу было на 3 минуты. В общем, еще антропики представили для разработчиков очень приятную штуку, называется MessageBatch API, позволяющая отправлять до 10 тысяч сообщений в одном пакете и гарантированно получать ответ через 24 часа. Гарантированно или нет, точно не помню. В чем прикол? В пакете из магазина. Да. В целлофановом постиранном обязательно. Прикол в том, что это сильно удешевляет работу с моделькой и на самом деле не очевидно для тех, кто пользуется чатами как пользователей, что многие сообщения, особенно в приложениях, которые там в фоне что-то запускают, они не требуют ответа здесь, сейчас. Достаточно синхронно отправить это сообщение, чтобы оно там через 24 часа, например, ответ отдало и использовалось с приложением-консюмером. Таких кейсов прям много, и вот у Anthropica появилась такая штука в два раза дешевле этим пользоваться, чем прямыми запросами, не синхронными. У OpenEye уже давно такая штука есть, но теперь и в Anthropica есть тоже, так что используйте. Блин, там в чате, конечно, начинается троллинг, милый, спасибо. И еще две новости быстрых. Компания OpenEye Anthropica не зря считается одной из самых безопасных, точнее, не одной из самых безопасных, думающих про безопасность LMA больше, чем OpenEye. Они выкатили новую политику безопасности относительно своих моделей. Это PDF-ка на 22 странице, ссылка будет в описании. В политике новой вводятся два значения, capability и required возможности и требования. По ним будут замеряться модели, относительно их будут меряться риски моделей, в частности, особо тщательно будут проверяться модели на риски, связанные с применением их как в качестве помогаторов в создании биооружия, а также в качестве AI-ресерчеров. Вот таких два топика антропика выделили. Еще они сказали, что у них прямодельный человек будет за всем этим следить, и они будут набирать внешних экспертов для тестирования моделей и также выкладывать отчеты в паблик. Так что молодцы, молодцы, будем надеяться, что будут этому всему следовать, потому что OpenAI тоже много чего горел, а на деле, как мы знаем, немного чего реализовал из безопасного AI. И самое последнее, антропики выкатили projects на мобильном приложении, в отличие от пример GPT, которые тоже есть на мобильном приложении OpenAI, с проектами можно полноценно на мобилках работать, GPT на мобилках можно только использовать, но не создавать, не настраивать, а projects можно прямо создать на мобилке и настроить, в общем, продублировать практически все, что есть в веб-интерфейсе. Очень удобно, очень полезно. You're welcome, пользуйтесь. Все. Ей, поздравляем. Слово в слово. Ну что ж, вот антропика, переходим к OpenAI, это мы уже не перезаписываем, это уже пошло как антропика. Это, наверное, один из первых разов, когда мы сначала антропика, потом OpenAI, и наоборот. А, я думал, первых разов, когда забыли нажать кнопку записи. Ну это точно первый раз. Причем в прошлом выпуске только угорали над тем, что никогда такого не было, и вот Тинати. Никогда такого не было, и вот опять. Короче, OpenAI теперь у нас практически в самом конце больших рыб, потому что особо ничего на самом деле про OpenAI и нету, даже те две новости, которые у нас есть, они... Ладно, 4, даже 5, даже 6. А, если это добавилось, да? Да, наверное. 5 новостей. Извините, извините, да. Нет, 4, 4, все, плохо считаю. Хорошо. И одна из них хорошая. Леша как нейросеть, да, не может считать до 5 пальцев. Короче, начнем с WorldCoin внезапно. Если вы помните, что это такое. Это скам в подкасте. Да, это криптопроект Сэма Альтмана, если чего, все честно, Сэма Альтман OpenAI все рядом, который специализируется на идентификации человечности, скажем так. У них есть железный девайс, который сканирует глаза человека, и, собственно говоря, по сканированию этих глаз понимает, человек перед ним или не человек, настоящий он или не настоящий. Видите, извини, я не могу держаться. Рандомный факт в эфир. Ты знаешь, что если мопсу сильно по затылку ударить, у него глаза вываливаются. Это прям большая проблема у мопсов. У них глаз не держится за череп, они их так модифицировали, что череп вообще не сдержит глаз. У них глаз только веком держится. А зачем их бьют? Ну, есть плохие хозяева. Короче, часто обращаются с мопсами, у которых просто глаз вывалился. Блин, нифига себе. Представляешь. Ну, такое. Короче, вот мопс на орбе, на WorldCoin проверку человечности не пройдет. Во-первых, потому что он мопс, во-вторых, потому что у него глаза вывалились, к сожалению. Вот. Если что, переименовали WorldCoin в World, представили новый девайс, который гораздо быстрее идентифицирует человечность и представили протокол World 3.0. Собственно говоря, это аутентификационный протокол, который... Блокчейновый. Да, блокчейновый, с помощью которого можно будет авторизовываться своей человечностью куда-либо. Своей человечностью. Вот лучше бы они поставили какой-нибудь, не знаю, микрофон и шутки в них шутить надо было в этот микрофон. Да, да, да. Чем более клинжовый, тем больше ты человек. А то, блин, девайс какой-то огромный. Да. Ну и они там планируют это, если что, это... Мы не только притянули это за уж, но они там и про OpenAI тоже говорили, что это якобы планируют синтегрировать с каким-то образом с OpenAI. Ну, видишь, на уровне слухов пока, но я не удивлюсь. Не очень понятно, как именно. Ну как, ну как, Витя. Витя. Нет. Ну что ты, ты как-то, ты слишком до сих пор высокоморально про OpenAI думаешь. Они это сделают, как Маск с Доккоином, скорее всего, и сделают. Просто внедрят криптовалюту, на которой будет работать на блокчейне WorldCoin. А подписываться на разакции будут глазом. Все. Да, ну или так, да. И резко поднимется количество убийств с выковыринами у него глаз. Так, ну это была новость номер один, новость номер два. Подожди, нет, я хочу на ней остановиться. Попрошу, попрошу, конечно, конечно. Чешу-то останавливаться. В тринадцатом выпуске мы с тобой год и три месяца назад, в седьмом месяце, это июль, по-моему, двадцать третьего года обсуждали WorldCoin. Было дело, было дело. Было дело. И я, как сейчас помню, мне тогда так странно казалось, что Альтман, ну такой классный чувак, делает OpenAI крутейшую компанию там, со своими корешами, ввязался в какую-то криптофигню, которая как скам выглядела. И вот по прошествии года и три месяца у меня все сложилось. Теперь Альтман уже не выглядит тем Альтманом, который был тогда. Теперь у меня, в принципе, ну Альтман какую-то скамину продвигает, ну норм. Вот как все изменилось. Думаешь, скоро ЧАДЖПТ начнет казино рекламировать, да? Да, Зина, что за... Ну окей, хорошо. Если что, нам за рекламу казино не заносит. Но если вы хотите, то пишите в личное сообщение. Обязательно. Второе. Скандал по поводу OpenAI и OpenAI. Короче. Тоже на это. Картинка с человеками-пауками. Да, с человеками-пауками, которые друг на друга показывают. Если что, в речи это непонятно, но имелся то OpenAI без пробела между OpenAI и OpenAI с пробелом. Причем тут не скажешь, какой оригинальный. То есть, давай так, OpenAI без пробела альтановский, OpenAI с пробелом не альтановский. Да, разобрался. Я сам 10 раз запутался. Короче, есть такой чувак по фамилии Равин. Если что, работает, его зовут Гай Равин. Это фамилия, да? Это фамилия. Да, не профессия. Короче, он зарегистрировал компанию OpenAI и прописал ей миссию. Open пробелы и я зарегистрировал компанию. и я зарегистрировал, прописал ей миссию, что якобы это открытый безопасный интернет для того, чтобы конкурировать с гуглом, который приобрел DeepMind. Ну, не интернет, а компания, да? Да, 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 да. Я сказал интернет, искусственный интеллект я имел в виду. Короче, то есть, то, что очень похоже на, собственно говоря, миссию начального OpenAI. В смысле, похоже, один в один, по-моему. один в один, окей, один в один. И он даже пытался там финансирование под это найти, ходил там и к Маску, и к Эпплу. Там, Витя, ты вот выпускаешь нюансы крутые. Он, во-первых, я долго думал, почему OpenAI не владеет доменом OpenAI, потому что вот этот Равин его купил на самом-то деле. А это говорит о том, что... OpenAI владеет доменом OpenAI. Нет. Они у Равина его выкупили. Нет, не выкупили. Ты попробуй зайди на домен OpenAI. Not found. У OpenAI домен OpenAI.com. Так, так да, так смотри, у Равина никогда не было домена OpenAI. В смысле, никогда не было? У Равина был домен OpenAI.com. Нет. Да, я читал так. И он передал его Альтману. Да вот в том-то и дело, что ничего он не... Ладно, ты давай, я сейчас в хуись прям схожу, в хуись сервис и проверю. OpenAI. Давай. Потому что там же замут основной в том, что они в Силиконовой долине все вместе, будучи знакомыми, примерно в одно и то же время питчили идеи. Равин питчил OpenAI уже с названием и с такой миссией, а Альтман питчил свой OpenAI, который тогда еще даже не назывался OpenAI, и непонятно было, что он вообще продает. Он просто питчил компанию, делающую ЛМКу. И в итоге OpenAI вырастает в OpenAI, называется OpenAI. Деньги берет чуть ли не у тех же людей, с которыми они оба общались, и Альтман, и вот. Короче, и хуись, смотри, домен name, OpenAI, GoDaddy. А, ну нету информации, надо писать. Аризона. Сейчас. Регистратор, create domain status, господи, админ. Нету, есть только адрес. Ну, мы можем сравнить адрес, кстати, с доменом openAI.com, если он совпадает. Да кто угодно мог... О, да, кстати, нам ли не знать. Ну, как я услышал эту историю, что OpenAI домен купил все-таки раввин, и потом они уже после того, как OpenAI Альтмановский выстрелил, Альтман с раввином, Альтман предложил ему поговорить, они с ним обсуждали и покупку торговой марки, потому что там раввин ее запрецентовал еще, к тому же, в том числе домена. И раввин сказал, что он согласен, но деньги ему не нужны, типа, перечислите все эти деньги на благотворительность, и на этом, типа, разговор закончился. Даже не на благотворительность, а на развитие открытого ИИ. Да, и кажется, и я подумал, что все, на этом закончилось, и поэтому, поэтому эта история сейчас приобрела новые обороты, потому что сейчас скандал в том, что Сэм Альтман нападал в суд на раввина за то, что тот запатентовал его торговую марку, я так это понимаю. Ну, там был еще прикол в том, что у раввина какая претензия? Что якобы Альтман за домен, Альтман за домен обещал раввину, что Альтман задонатит на создание открытого искусственного интеллекта значительную сумму. И якобы Альтман об этом забыл. И раввин поэтому сейчас хочет с него, ну, спросить. Подожди, так не раввин уже хочет, а OpenAI хочет от раввина, чтобы тот им заплатил, нет? Да, но у раввина претензии, у раввина претензии, короче, мы запутались в OpenAI и OpenAI. Короче, я честно, я не очень понимаю, когда я все читал, у меня сложилось полное впечатление какой-то желтой прессы. Я написал, Витя, чату GPT, чтобы он нам помог. Вот что он пишет. Компания OpenAI, он в скобочках пишет, без пробела, подала в суд на OpenAI, в скобочках, с пробелом, которая принадлежит Гаю Раввину. Судебный процесс касается спора за домен Open.AI и товарный знак. OpenAI без пробела утверждает, что Раввин пытается нажиться на их успехи, тогда как Раввин настаивает, что идея OpenAI с пробелом была его, а он работал над ней до появления OpenAI без пробела. То есть у них реально спор за торговую марку и за домен, потому что они у Раввина. Все понятно, значит, я не разобрался. Ну тут сам Бог велел не разобраться так-то. Это же... Очевидно, какой именно Бог, судя по фамилии. Ну ладно. Ну и очевидно же, почему OpenAI не на домене Open.AI. Меня вопрос давно мучил. Это не их домен. Это не их домен, блин. Блин, у кого? Это, по-моему, Хон... А, Ниссан. Ты заходил когда-нибудь на nissan.com? Не. Ну это не Ниссан, да? Это не машина, получается. Ну зайди. Я тебе даже сейчас другую историю расскажу интересную, с этим связанную. Как Раввин, учитывая, что он, видимо, из нашинских, да, из сашиитских, то, возможно, то он может очень интересно дальше сыграть. Тут тоже нашинский на домене nissan.com. Да. Блин, я сейчас зашел на nissan.com и понял, что это скорее теперь будет грустный мем. Почему? А, он умер. Чувак умер, но когда-то это чувак по фамилии Nissan, который забил себе домен nissan.com. И потом пришла компания Nissan и захотела у него отобрать. Он с ними очень долго судился, они не смогли у него отсудить. И там раньше висел логотип Ниссана, перечеркнутый красной этой самой красной линии. Мы тут недавно с ребятами разбирали книжку про то, как в Китае работают компании. И там, ну, типа, в Китае копирование, это нормально, да, и там нету таких особо разбирательств, типа, что-то ты скопировал, на тебя там в суд 25 человек подали, там ты скопировал, ты молодец. У них была показательная история, я сейчас только название найду, вот, была такая, короче, сайт у них такой был, по-моему, по продаже, назывался kxin001. Ну, чел решил сделать бизнес, пошел, короче, сделал бизнес, развился очень круто, но когда он делал бизнес, не было домена kxin.ch. Ну, кем-то он был занят, это было давно, и он взял себе kxin001, сделал домен, здоровенный бизнес выстроил, там, миллионный по бабкам, и когда он начал быть заметен крупным компаниям, пришла крупная компания под названием RenRen, это копия фейсбука китайская, увидела, что у этого чувака классный бизнес, пошла к владельцу домена kxin.ch, заплатила ему дофигища бабла за этот домен, а kxin001, когда начинали бизнес, они не выкупили домен, потому что за него много бабок хотели. RayVen выкупил домен, сделал точную копию kxin, только цвета поменял, повесил на домен kxin.ch и большими буквами написал в маркетинговых материалах, что это и есть настоящий kxin. И буквально за полгода там вся аудитория перетекла к ним. И все. Никогда себе. И потом было судебное разбирательство, и компания RenRen заплатила 60 тысяч долларов компании kxin001, которая на домене была, при этом заработав чуть ли там десятки миллионов. Вот раввину идея, если ты нас слушаешь, чувак. Нагибай этого альтпана. Ну да, ну да. Ладно. Пришел как-то альтпан к раввину, короче, да. Ну, смешная история. Есть несколько хороших новостей опена, я и минорных. Наверное, первое это то, что Charger 5 на винде теперь есть. Я удивился, я думал, ну, давно это приложение. Я, кстати, тоже думал, что есть, ну, видимо, не было. Ну, вот теперь есть. Доступно оно, правда, не всем, только платным подписчикам и только через Microsoft магазин, но в целом можете пробовать. А вторая новость, она интересная. К компании OpenAI внезапно присоединился яркий человек в то время, как все уходят. Да, не ушел, а пришел. И человек этот, наверное, кому-то из слушателей будет знаком, это Себастьян Бабок. Он работал вице-президентом по E&I в Microsoft, но в широкой публике он известен как суперкрутой лектор, который одним из первых опубликовал популярную научную работу, называется Spark of Agile, в которой он еще в декабре 22-го года исследовал GPT-4, самую-самую первую еще раз цензурированную, никому не доступную, на наличие AGI. Он написал здоровенную работу, в которой, ну, очень многими факторами доказывал, что куча признаков GPT-4 AGI-ных есть. Эту работу много кто цитировал, я там в лекциях постоянно про нее разговаривал. В общем, чел очень фундаментальный и очень на хорошем счету. И вот он присоединяется внезапно к OpenAI. Я не знал, это странно. Я думал, какие мотивации могут быть, но учитывая, что он исследователь, возможно, ему там предложили, типа, чувак, иди работай с O1, делай с ней, что хочешь, да, с нашей суперзакрытой версией. Но это прям большой мув. Это человек не самый последний в этой тусовке. Я бы сказал, даже один из первых. И он именно занимается поиском AGI. Так-то у него вот хобби поиска AGI. Ну и при этом пришел он с Microsoft, такой как будто бы дружественный немножко трансфер получается. А, ну, кстати, да, я что-то не подумал. Может так, чисто на один этаж переместился или даже не перемещался никуда. Просто они же все в одном помещении сидят. Да, да, да. Ладно. И давай к последним новостям больших рыб двигать. Есть супербыстрая и бесполезная новость. Причем она очень странная. Там про нее новости уже неделя, но про нее до сих пор пишут. Я видел в Твиттере Nvidia выпустила Нематрон и куча бенчмарков, где он бьет все, что можно побить. Я очень люблю Бобу, как Гришу Букунова. Но, блин, он сегодня написал эту новость, что Nvidia выпустила Нематрон, который бьет все. Но он там сделал пометочку, что вроде как не все. Но почему-то эта новость долетела не до всех сразу. Короче, Nvidia, у них давно есть Нематрон, сетка, давно. Да, да, да. И они этот Нематрон постоянно с чем-то смерживают последние месяцы. И вот они дошли до Ламы. Они взяли Ламу 3.1 на 70 миллиардов, смержились с Нематроном и выпустили неделю назад здоровенную статью о том, что у них получилась суперкрутая сеть Лама 3.1 Нематрон 70B Инстракт, которая по их бенчмаркам, которые они прогоняют, обходит вообще все, только до О1 не достает. И это модель, которая может на компе крутиться. У всех пачка. Ну да, у всех пачка прямо отвисла, но Nvidia же не будет фигни рассказывать, и потом проходит буквально три дня. Умельцы эту сетку портируют везде, куда угодно, прогоняют по всем своим бенчмаркам и оказывается, что она, ну как обычно, даже во многих местах хуже своего родителя. То есть чуваки в Nvidia, видимо, просто взяли нужный бенчмарк, который подходил именно под их нейроночку и прогнали. Что странно, Nvidia за это пока публично сильно не прилетает, потому что мы два выпуска назад с тобой уже обсуждали похожую историю. Там чуваку конкретно в Твиттере прилетело, он даже, по-моему, извиняться начал, там что-то оправдываться. Nvidia пока молчит. Но вот поэтому новость быстрая и бесполезная, потому что по факту минус на плюс, минус один плюс один дали ноль, да. Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться. Да, ну шума, конечно, было много. Не ожидал я такого от Nvidia. Говорите, а IT-борода наделала много шума. Ну, к чести этой модельки на компе она нормально работает, у меня квантованная четырехбитная версия крутится, и сколько букв в Strowberry она мне не отвечает, но 9.9 у нее больше, чем 9.11. Это в O1 превью в интерфейсе чата GPT там есть, когда у тебя пустой чат, там есть, типа, самые популярные вопросы. И самое-самое популярное это сколько букв R в Strowberry, в слове Strowberry. Это ж одна из версий, почему Strowberry, O1 называлась Strowberry, потому что она... Потому что умеет считать буквы R. Да, умеет считать буквы R. Ну, допустим. Окей. Допустим. Ладно, от моделей, которые запускаются на компе локальном, к моделям, которые запускаются на локальном компе. Митраль. Выпустили модельки на 3,8 миллиарда параметров с контекстом 128 тысяч токенов, и они могут, соответственно, запускаться локально на устройствах. Ну, там с нюансами. С нюансами, да. Митраль тоже что-то немножко сговнялись. Они, во-первых, они это явно сделают для своих опишек, потому что через опишки бери не хочу, используй за денежку. А если это не опишки, то на обе модели коммерческая лицензия, на 8B есть ресерч лицензия. То есть, если ты ресерчер, ты 8B можешь скачать и использовать. Но если ты не ресерчер и хочешь использовать, то напиши, пожалуйста, личное письмо о том, зачем тебе это, и мы предложим тебе цену. С крами в личные сообщения, да. Ну, картинку они прикольно в анонсе запостили. Вот я вот сценарий, видишь, устроил. А, это прямо из анонса картины? Это прямо из анонса, да, они прямо в конце ее устроили. Там, ну, может, опиши, не знаю. Это мем с учителем Сплинтером и черепашками Ниндия, и в 2003 году очередь Сплинтер с надписью Мистераль 7B на спине ведет четыре маленьких черепашки, а в 2024-м уже четыре взрослых черепахи с названиями Министраль, Пикстраль, Мистераль Смол поддерживают старого Сплинтера. Да, да, собственно, ну, Министраль, я не пойду писать коммерческие письма, чтобы Министраль получить, если кто-то напишет, напишите, как пособие. Как будто бы вариантов-то еще других дофига, которые ты можешь как будто бы да, как будто бы да, как будто бы да. Ладненько. А что там всуновить? А всунов внезапно завезли Image to Music. Вау, это как? Ты загружаешь картинку, получаешь песню. Ну, это же, это суперидея для тиктокеров всяких и для вот этих контент-криэйторов, которые делают бесполезный часто контент, извините меня, да, я вот так, именно с тиктокеров такими и считаю. Ну, нет, не всех, но некоторых, многих, почти всех. Загружаешь и DOS, либо им картинку, там можно и то, и другое, и получаешь музыку. Я сначала думал, что это будет, знаю, что-то типа новое, а потом посмотрел, как это работает, ну, ты типа загружаешь видос с бегемотиками, оно пишет песню про бегемотиков и на фон поставляет. Ну, типа, окей. Ну, все равно забавно, но. Ну, забавно. Ну, они явно это сделали вот под эту молодую аудиторию, потому что они еще на мобилках это запустили. То есть на мобилках это можно все делать. Ну, окей. Но Суна таким образом пробилась в большие рыбы наконец-то. Да, кстати, поздравляем на первый раз. когда оно здесь. Но Суна пробилась в большие рыбы, но большие рыбы на этом забились. Забились на окончании рубрики большие рыбы, и мы переходим к рубрике что еще. Что еще? Что еще? Помнишь, Леша, как чуваки на Stable Diffusion запускали Doom? Да. Так вот, теперь ученые из университета Женебы и Эдинбурга запустили, я правда не знаю, на чем на Stable Diffusion не ли, но запустили CS GO. Это просто, Витя, блин, проходит полтора месяца, и там у тебя Doom, блин, пиксельный, который запускается на всем, на пароварке запускается, делает, а тут у тебя уже CS GO. Даже не CS, блин, 1.6, которая старше, уже CS GO, ну вы внутрендец. Надо сказать, что в отличие от Doom там есть огрехи, там, например, в Doom был интерфейс, и у тебя прям считались и патроны, и количество HP, здесь интерфейса нету, но ты действительно ходишь по одной карте из CS GO, это вот та самая карта, на которой мы с тобой играли, она называется The Dust, если что, ты вот по этой карте ходишь, и там нет противников, там можно ходить, карта один в один, можно стрелять, нельзя прыгать, потому что когда улетаешь вверх, галлюцинирует модель. А слушай, а в Doom прыгать наверное нельзя было, в принципе, да, там наверное не было. Таковым нельзя прыгать, поэтому проблем не было. Возможно. Ну, история прикольная, они таким образом показали, что высококачественная генерация тоже уже работает, ну, тут единственное, что осталось, им физику нормальную впилить, и повысить чуть-чуть мощностей, чтобы можно было там генерить это все еще и с другими игроками. Да, это очень быстро. Важно все это еще и в опенсорсе, и можно скачать и у себя запустить. Кстати, я вот проверял, что-то у них этот репозиторий перестал быть доступным, если вы ссылочку актуальны, либо закрыли, либо, либо я не правильно, а, это я неправильную ссылку впилил, точно. Ну да, там полторы тысячи звезд даже есть. Правда, непонятно, на чем она запускаться будет, сможет ли она запуститься на локальном компе. Ну, требования там вроде не написаны. Да, ну блин, прикинь, движемся к генерации кантры. Да, да. Гоу, кантры, да блин. То есть, понимаешь, в моем понимании я вот из тех старперов, для которых Counter-Strike Гоу, это что-то для молодежи уже новое. Типа, мне, пожалуйста, генералов. Reloaded Fire. Вот это мой максимум по графике. Ей кажется, будто бы генералов Reloaded Fire это уже может генерить спокойно, там прыгать не надо. На тостере, да. Ай, ладно. А прикинь, в будущем будет продаваться вот девайс, типа как Game Boy, ну ладно, давайте не Game Boy, давайте Nintendo Switch возьмем, чуть более молодое устройство. И ты покупаешь этот Switch, а там вообще случайные игры, которые только под тебя сгенерятся уникальные. Ой, это возможно, это хорошая идея. Даже не знают, что там, ты просто выкупаешь и под тебя генерятся супер уникальные игры. То есть, ты сначала там скарливаешь свои данные какие-нибудь, вопросы проходишь психологические. WorldCoin профиль подключился, с такой точки зрения, кажется, это Apple первым внедрит, потому что у них больше всего информация. Ну да. Из западноевропейской компании. А в Китае, кажется, будто бы это само собой появится. Да, там и так, там все про тебя знают. Хорошо, с этим разобрались. Что у нас еще? Еще обрадовал нас Google обновлениями в их ноутбук-ЛМе. Мы про него рассказывали в прошлом выпуске. Это штука, через которую можно работать с помощью нейронных сетей со статьями. В частности, у них там появился аудио-овервью, который генерил 15-минутные подкасты по тексту и по видео с YouTube. Теперь они расширили функционал, видимо, увидев, что эта штука супер-хайповой стала. Теперь можно предлагать конкретную тему из документа либо из видео. Всем прям писать, какую тему обсудите, пожалуйста. Можно указывать целевую аудиторию, указывать и все. Целевая аудитория и тема, но это уже очень много. То есть меняется очень сильно окрас. Я прям пробовал наш подкаст, если ты ему говоришь, что аудитория программистов, то он прям берет сценария, темы по программированию и на них акцентируется. Если там вырежет для гуманитариев, то он программированием все опускает. Прикольно. И они запустили бета-тестирование бизнес-части этого сервиса. То есть по запросу можно зайти к ним на сайт, заполнить запросы, и они вам могут с качеством бета-тестеров дать доступ к генерации с более широкими настройками под ваши бизнес-цели. Ну, пока что у меня доступа нет, у друзей и знакомых тоже нет. Посмотрим. Ну, кажется, будто бы это хорошая модель для монетизации может стать. Например, подавать компаниям такие штуки, чтобы делать корпоративные подкасты. Там сняли слепо голоса твой, мой, на русский язык, и все. Вот подкаст тоже можно делать. Мы говорили, да. Ну, типа того. Ладно, давай не будем подсказывать и перейдем к науке и технике. Давай. Короче, в этом году дали аж две Нобелевские премии по Эйяю. И вы скажете, типа, блин, нету категории Эйяю. Вообще-то да. Зато, зато есть категории химии и физика. Очень близкие категории, да? Очень близкие категории к Эйяю. Если химия еще как-то бьется, ее дали, если что, ребятам из дипмайнда за предсказание свойств свертыва вести белка. Ну, там химик и ребята из дипмайнда. Не только они, чтобы для честности. Хотя мне казалось, что это все-таки биология ближе. Ну, ладно, окей. Вот. Это Нобелевская премия номер раз. Нобелевскую премию по физике дали Джону Холфилду и Джеффри Хинтону за открытие и изобретение, которое позволяет осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей. Непонятно. Вот. Я даже не видел особо обсуждений в интернетах, что странно, но непонятно, почему... Мне супер понятно, почему Джон Хинтон заслуживает, и его коллега заслуживают Нобелевки, потому что, ну, на минуточку, это супер крутые люди. Джона Хинтона вообще можете знать по его куче интервью, потому что он был учителем и научруком Суцкевера. И он один из главных, кстати, технодумеров на сегодняшний день, хотя он уже в возрасте, у него там немножко свистит фляга, но в целом. Они реально крутые прорывы сделали, и... Ну, да. И я бы не удивился, если бы им дали премию по математике, потому что все-таки там много их работы связано с математикой. Нобелевки по математике нет, но математиков своих премий хватает. Ну, да. Но дают по физике, и с одной стороны, кажется, будто бы, а что, в физике реально никаких изобретений не было, за которые можно Нобелевку дать? Да миллион. Учитывая, что Нобелевку тем более могут давать за достижение дают, так а вот основа полагающая открытие изобретение машинного обучения, это не... Ну, типа, ты ошибся. Скорее, редкость, когда дают за что-то современное, ну, кажется, будто бы Нобелевский комитет таким образом пытается примазаться к современным трендам. Как будто бы они решили немножечко похайпить, да. Вот есть такое ощущение. Они ищут Нобелевскую премию мира, знаешь, кому дали? И Марати. Если бы. Да, там шутки были, что Нобелевскую премию... Мы разгоняли это или не разгоняли? Разгоняли, разгоняли. Разгоняли, да. Подожди, так мы про Нобелевку уже говорили? Нет. А, слушай, мы разгоняли, наверное, это просто в личном каком-то общении. Наверное. Наверное, в Амстердаме, да. Да. Разгон был такой, что после Нобелевки по химии сказали, что Нобелевку по... Там, Альтману про что? За что ему дадут? По литературе. По литературе дадут Альтману за его эссе. Да, да, да. А Нобелевку дадут этому, как его? Ютковскому. Ютковскому, да, за то, что он защитник мира и хочет разбомбить дата-центры. Но Нобелевку дали группе людей из Японии, которые занимались де... Стификацией, слава богу, нет. Де, как это сказать, разоружением, в общем, мира от атомного оружия после Второй мировой, во время холодной. После того, как там подписали все эти документы. И это... Вот тут я читал критику, и тут сказали, что таким образом Нобелевский комитет подчеркивает, что то, что происходит сейчас в мире с ядерным оружием, с конфликтом, там конкретно, что у России есть ядерное оружие, да, и она им брязгает, это плохо, и вот мы дадим Нобелевку ребятам, японцам, которые так-то в то время негод... Ну, Япония, мы знаем, что Японию бомбили, и вот мы прям подсветим, что вот ребята, которых бомбили, сами выступали против того, чтобы это ядерное оружие не использовалось. Ребята, которые, сейчас будет грубо сказано, которые якобы заслужили этот удар, да, от Америки, хотя, по мне, абсолютно не заслужены, никому такого не пожелаешь, они против этого боролись, и вот, пожалуйста, посмотрите, мы на этом застряли внимание. И то же самое кажется и с нейросетями. То есть, вот мы по физике забьем, чего у нас там физиков? Физики еще хватит на 500 лет. А вот и подчеркнем, мы же модные, прогрессивные. Ну, очень на то похоже. Ты видел, как Добелевку выдают? Это вообще, ну... Я даже был рядом со зданием, где ее выдают. Да? Да. Ну, если кто-то не видел, посмотрите, просто, когда ты говоришь, что эти чуваки хотят примазаться к современным трендам, и ты видишь, как ее выдают, что-то типа посвящения в рыцаре, в каком-то старом доме сидят какие-то представители семьи этой, королевской. Короче, странно это выглядит в 24-м году. Не, ну, это старая традиция, типа, прикольная же. Ну, не знаю, не знаю. Ну, окей, да. Ну, за людей можно порадоваться. Типа, Жефри Хинтон молодец, и все молодцы. Давай от новостей более, к новостям более приземленного характера. Вот как ты думаешь, вот что для роботов изобрели бы, вот, да даже не так, вот что для роботов будут изобретать, и что из этого изобретут в последнюю очередь? Вот, типа, смотри, для роботов сначала изобрели там мозги какие-то, чтобы оно работало, потом манипуляторы, руки, ноги, да, сейчас у них там голова появилась, что у них там еще суставы появляются, человеческие какие-то. Вот что последнее, да, что последнее в роботе могут изобрести, чтобы он на процессе его приобщения к гуманоидности? Только не видишь, что... Нет, уже есть, это первое, что изобрели, а потом вокруг него достроили робот. А, точно, действительно, я так думал. Все и началось. Нет, ну, я полагаю, ты клонишь к тому, что язык. Язык! Язык! Язык, да, 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 в общем, ребята из Пенсильванского университета разработали электронный язык. Язык, по факту, который может различать всякие свойства жидкостей, может различать типы жидкости, а также может сам на основе алгоритмов, заложенных под капотом у машин, которые считывают эти данные с твоего языка, обучаться, то есть с нуля прямо обучаться, различать какие-то вещи. Мне это сначала голову поднесло, ты такой смотришь на робототехнику и думаешь, ну, это, наверное, язык в самую последнюю очередь надо делать, ну, типа, камон, до этого куча всего, там, и голос, и глаза, и более-менее похоже... Ой, или как он, не оптимус, а... Оптимус. Оптимус, все-таки оптимус. Прайм. Да, ты можешь его попросить, спросить, испортилось ли твое молоко, он туда махнет и скажет, да или нет. Знаешь, что еще можно... Ну, так, во-первых, это язык, он не такой, как у человека, это сенсор. Вот когда ты начинаешь... когда что они не понимают, какую штуку сделали. Ты, когда начинаешь задумываться, то ты приходишь к выводу, что действительно язык, это, наверное, один из самых вообще первых вещей, одна из самых первых вещей, которую надо было бы имплементировать в роботе, который должен быть похожим и испытывать похожий на человеческий опыт. Потому что так-то в языке у нас супер дофига сенсоров. Ну да. Ну вот после глаз, после ушей остается язык и тактильное ощущение. Ну да. Ну еще нос. А, ну и нос, да, запахи. Поэтому очень круто, прям молодцы, язык, все, язык. Еще моторчик туда добавят, будет функциональный. Ты же знаешь, этот прикол, что если тебе закрыть глаза и нос и давать пробовать еду, ты с 99% вероятность не определишь, что это за еда. Ну потому что осязание приносит. Обоняние приносит. Обоняние приносит. Да, да, да. Поэтому, да, запахи это самая, наверное, сложная задача. Я, кстати, если в автопчик пойдем, я тут про сенсоры для машин будущего читал. Я немножко удивился, до чего это может дойти. Мы-то все на антропоморфных роботах сконцентрированы. А вот представь, у нас будут нейросети децентрализованные, которые будут там работать в рамках стран или даже целых континентов. Вот у тебя одна нейросеть, которая, разные части, которые находятся в разных континентах, например. Ну, вполне себе. Ну, допустим. Она себя ощущает целостной, находясь на технической базе в разных континентах. И вот, например, для такой системы субъективное, объективное восприятие, например, гравитационных волн будет точно так же, как для нас субъективное восприятие того, что телефон твердый. Потому что она будет, считываясь данные, например, с телескопа Флайга, который гравитационные волны детектирует, да, к примеру, одновременно. И одновременно будет оперировать данными с этих телескопов как своими обычными рецепторами. Как будто бы это ее органы чувств. Как будто бы это ее органы чувств. И там куча примеров. Она сможет радиоволны воспринимать нативно. Она сможет... Ну, просто потому, что у нее эти детекторы как будто бы нативные вещи. Как будто земля живой становится. Да, да! Просто идея какая-то на миллион. Да, прикольно. Уже хочется туда прям разум свой тоже опускать. Так, макать, как чайный пакетик. Ох уж эти чайные пакетики. Ладно, давай от отсылок к старым фильмам перейдем к модели, которая называется архетипы Яй. Короче, чуваки что делают? Они сделали модель, которая изучает физику. Изучает ее самостоятельно, без помощи человека. То есть, ей условно говоря, туда подаются данные о нашем мире. И она сама делает представление о том, как работает физика. И после этого ее просят предсказать всякое. Например, у нас выписано движение маятника, и она его с точностью предсказывает, как бы он двигался в реальной жизни. И в том числе они пишут, что она аж превзошла специализированный искусственный интеллект в задаче прогнозирования энергопотребления. Но мы-то знаем, что задачи прогнозирования... А, нет, это не энергопотребление. Там есть мох какой-то, помнишь, который расползается. Да, было дело, но это не то. Это... Слушай, ну круто. Это же, это же, это же как LLM-ка, но только у которой вместо токенов физические законы. И она еще и сама обучается. Вообще кажется, что будущее за специализированными нейросетками. Вот будет нейросетка под математику, под физику, под химию, под чайные пакетики, и потом микс-шофф-эксперт наверх. Все остальное, да. Да. Все остальное. Ладно, на этом с новостями закончим науки и техники, но вас еще не отпускаем, потому что у нас есть сервисы и ссылки, и этика. Этики сегодня будет тоже немало. По сервисам и ссылкам сегодня немного, но в самом деле будет одно интервью, рекомендацию вам посмотреть, и один сервис. Интервью для программистов. Если вы вдруг не видели еще интервью с ребятами, которые разрабатывают курсор у Лекса Фридмана, просто супер рекомендую. Два часа наслаждения. Ребята молодые, заряженные, просто смотришь на них, оторваться не можешь. Четыре парня. Все, кстати, разные. Прям вот цвет кожи, национальность, манера речи и взгляды. Они прям там спорят друг с другом. Это прикольно, это прям хорошо. Во-вторых, много, ну, видно, что ребята горят этим продуктом. Курсор, если вдруг кто-то не знает, это самая крутая программа сейчас, в которой можно писать код вместе с ИИМ. И они там рассказывают, что ожидать от курсора в ближайшем будущем. Наверное, из таких самых очевидных инсайдов, это то, что мы сможем в скором будущем так называемым даб-программированием, программировать вообще всю программу. На сегодняшний день мы можем это делать только в рамках одного файла. Когда ты нажал таб, тебе подставился кусок кода. Потом какой-то кусок кода внизу из-за этого сломался, тебе сразу система говорит, нажми еще раз таб, и я это исправлю. И в рамках файла ты просто табы жмешь, и у тебя все исправляется. Скоро можно будет это делать в рамках вообще всего проекта. То есть я написал, не знаю, var или const, нажимаю таб, и дальше вся программа за меня пишется абсолютно. Даже круче. Ты поменял имя переменной или поменял, не знаю, ну, пока что это переменно работает, но они дальше работают. Поменял имя переменной, и дальше просто табы нажимаешь, у тебя во всех местах это имя меняется. Либо поменял кусочек логики небольшой, и дальше во всех местах эта логика тоже меняется на такую уже по табу. А когда будет вот такое, что я надел Apple Vision, он у меня из головы все, что я знаю, а все мои желания, то пока я должна быть программа считал, я нажимаю просто там много раз, и программа написалась. Я тебе скажу, что ты недалек от истины. Все интервью, ребят, сквозила одна цель с курсором и с их деятельностью. Они хотят предсказывать не просто, что в программе надо изменить, а предсказывать следующие шаги создания программы. То есть на основании того, что у тебя уже написано, они хотят предлагать фичи и сразу их имплементировать. Вот как-то так. То есть по факту, да, подключаешь мозг, с тебя считывается то, что ты хочешь, и оно предлагает тебе код, и еще какие-нибудь сверху накручивания на код. Причем прикольно, пацаны реально очень молодые. На вид им по лет 20-22 года, 23. Текущие, знаешь, студенты, которые прям горят. И не которые в игре комбинатор зашли за бабками. Они такие прям технари. Вот. Что еще? Они там обещали. А, еще у них спросил Лекс, будет ли поддерживать курсор локальной модели. Они сказали, что нет, и думают, забудьте. Мы здесь вообще-то про технологии и про будущее, а не про то, чтобы... Ну ладно, они не так грубо сказали, они сказали, что им интересно смотреть, как можно эффективно писать код, а не как можно запускать это локально. То есть, их вопрос о локальности не сильно интересует, пока локальные модели по эффективности close source не догоняют, то они на этом не концентрируются. Как-то так. Ну, окей. Вот. А вторая ссылка, это... Нет тут у нас Антона Назарова на стриме, да? Да, сейчас подожди, проверю. Нет, вроде нет. Не пришел сегодня. Вот мог бы прийти. В общем, в open source завирусилась система под названием AfterJobs Applier AHAVK. Ну, собственно, по названию понятно, что она делает, она автоматически апплается на вакансии. И по заявлению создателей, там прям в гитхабе написано, что на 100, на 1000 вакансий они получают примерно 50 откликов на собесы. Это полностью AI-система, вы в нее загружаете свое резюме, там под капотом агентики настраиваются, вы прописываете, на какую позицию вы хотите это резюме заточить, под какую компанию, прям в коде. Да, это кодовая штука, ее, если не знаешь, как программировать, навряд ли запустишь. И все, запускаешь прогу, натравливаешь там на опишке, вот, по-моему, не знаю, там то ли надо погнало отклики собирать. По-моему, вообще идеально. Я надеюсь, нам пробовать в ближайшее время не понадобится, но в целом прям прикольно. Ну, хотелось бы, хотелось бы надеяться. Мало ли что, если что, я себе записал в Obsidian на всякий случай. Что, двигаемся к этике? Да, двигаемся к этике, этика, 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 конфетика. И сразу же переходим к Apple. Внезапно Apple не в больших рыбах, а в этике сегодня, короче, исследователи Apple опубликовали новый пейпер. Ты хотелось бы сказать? Да, я думал, что наконец-то мы скажем, что пользоваться телефонами от Apple это неэтично. А, в этом смысле. Да. Кстати, небольшая новость от Apple. Первый релиз, в котором, публичный, в котором будет Apple Intelligence, по слухам, выходит 28 октября. И, наконец-то, люди, которые купили iPhone 16 Pro ради фичи Apple Intelligence получат себе фичи Apple Intelligence. А люди, которые купили телефон для этих фичей и живут в Европе, они тоже получат эти фичи? Фигушки. И ты все еще любишь Apple после этого? Так это же не в Apple дело. Ну, ладно, ладно, согласен. Делаю я. Ну, у меня-то они работают, если кому-то нужен лайфхак, то надо... Ладно, и ты все еще хочешь переехать в Амстердам после этого? Ну, уже не очень, да. Уже не очень. Короче, ладно, у нас новости от Apple в другом смысле, потому что исследователи Apple выкатили пейпер, в котором они утверждают, что на самом деле передовые LLM-ки не настолько умные, какими они кажутся. Что они сделали? Они взяли математические задачи из популярных бенчмарков, проверили их, выяснили, что LLM-ки их решают, а потом в этих задачах начали менять формулировки вопросов. И выяснили, что при изменении формулировок, иногда даже чуть-чуть, при небольшом изменении эффективность решения задачи падает аж на 65%. И в связи с этим чуваки пришли к выводу, что на самом деле у моделей передовых на данный момент, цитирую, нет никаких признаков формального мышления. И о том, что скорее текущая решение задачи скорее просто подбор шаблона. Оно, в принципе, звучит очень валидно. Вообще, да. Я не думал, что для этого целое исследование нужно, чисто говоря. Ну нет, смотри, тут можно уследить. Я не читаю комментарии, но я видел, что меня называют конспирологом, и я не могу не вкрутить свою конспирологическую теорию. Ну давай, давай. Они этим исследованием компания большая. Компания сделала какое-то мелкое исследование, и, естественно, его сразу разберут, потому что за тем, что делает Apple в AI, следят все, если они там просто пукнут запахом AI, а в этом будет весь мир писать. Они про это прекрасно знают. Соответственно, они знают, что эта статья разлетится. Они проводят опыты над моделью O1 по факту, ну потому что сейчас единственная модель, которая заявляет открыто, что она в reasoning умеет, там числе не на уровне нативном, это O1, это OpenAI. И Apple знает, что выпустив этого исследования, она немножко Альтману как бы в огород нагадит. Зачем Apple выпускать такое исследование? Вот нафига? Вот им что, там заняться больше нечем? Они вообще другим занимаются. Вы, блин, AI выкатите сначала. Зачем вам это исследование? Нет никаких объективных причин. Кроме того, что у них там просто есть какие-то исследователи на зарплате, которые мне эффективно не делают. Ну, я думаю, что все-таки этот Apple так не делает. Тем более, в столь сенситив тематике. В тематике AI. Я думаю, у них маркетологи просто контролируют все, что с AI выходит вокруг Apple. Потому что это супер сенситив тема, за ней следят все. В итоге, мы имеем статью достаточно проходную, но в то же время научную, проходную в том плане, что вроде как, ну, непонятно, зачем она Apple нужна, которая поднасирает в огород OpenAI. При этом, Apple отказывается от инвестирования в OpenAI. Буквально в самый последний момент в прошлом выпуске мы обсуждали. При этом Apple сделал большую ставку на GPT, встроив его к себе в экосистему. Да, кстати. И кажется, будто бы они поспешили прыгнуть в корабль в сотрудничество с OpenAI. Они впрыгнули, интегрировали, это анонсировали. Потом, возможно, у них случились какие-нибудь непонятки, либо им не понравилось, как ведет себя Altman в компании. Либо они что-то свое наконец-то доработали в лаборатории, похожее, например, на O1. И сейчас они пытаются всеми правдами публично откреститься от OpenAI и более того, еще даже немножко сбавить вокруг них хайп. Вот прикинь, если Apple сейчас выпускает своего конкурента О1, называют его А1, говорит, что теперь у них под капотом не Charger 5, а А1, и вообще наш А1 теми же исследователями проверен, вот вам работа, что он работает действительно с лизнингом. Кажется, будет вин-вин. Навряд ли это так будет, но я вот вижу, что что-то здесь не так, не клеится что-то здесь в отношениях OpenAI и Apple. Я тебе так скажу, Леша, возможно, так и есть. Тяжело понять по такому маленькому количеству костных признаков, но я тебе клянусь, когда у меня будет твоя большая компания, я тебе даю ему хедом маркетинга. Это зачем? Нет, тогда мне надо хедом конспирологии нанимать. Хедов конспирологи. Маркетинг конспирологи, чтобы ты вот такие делал шахматные ходы, чтобы там кого-то очернить, вот это вот все. Ну, хорошо, предложи вариант какой-нибудь, который там вот не... Давай мой вариант. У Apple есть исследовательские лаборатории, в которых сидят деды перед деды на зарплате. Им вот делать нехрен, но как-то уволить их тоже жалко. И они там что-то написали. Ну, не знаю. Не знаю. Но это же логично. Если вы работаете с OpenAI и интегрируетесь с ними, то зачем выпускать статью, которая, пусть даже косвенно, но самую главную разработку OpenAI на сегодняшний день немножко зарывает. Ну, это странно, да, это странно, согласен. Тем более, что Apple так-то не славится статьями какими-то про AI, блин, что, они там пару опенсорсов выпустили за последнее время, и все. Ладно. Давай двигаться дальше. Дальше интереснее. Дальше про взрослые темы. Да, у нас наша любимая тема, я и педофилы. Я, кстати, я помню, что мы с тобой похожую тему обсуждали где-то с полгода назад, и я не смог на Google диске найти ее, хотя я уверен был, что там было слово педофил. Я вот сейчас пытаюсь понять, это я в сценарии не писал этого слова к тому выпуску, или это Google просто цензурирует такой запрос, не хочет искать. Может быть, да. Надо попробовать этот сценарий, кстати, найти по этому слову. А, ну тут тоже нет слова педофил. Есть. Есть? Да. Точно? Буквально на две линии ниже того, что ты сейчас выделяешь. Спасибо. Ладно, ты тогда рассказывай, а я пойду поищу. Проверим Google. Короче, есть такой сервис, а точнее, наверное, уже проще сказать, был такой сервис. Он есть, он есть. Я думаю, что после этих новостей уже было, скорее всего. Вообще, да. Короче, он называется муаха-хай. Ну, или муах.ai. Ну, скорее муа, но, да, прочитать его муаха-хай, это, конечно, прикольно. Есть age. Короче, в чем прикол? Ты заходишь на этот сервис, настраиваешься персонажа, с которым ты хочешь общаться, и общаешься. Ну, собственно говоря, чаще всего персонажа, это девушка виртуальная, с которой ты, типа, флиртуешь. Я так понимаю, этот сервис для этого и делся, как Cheryter.ai тоже, которые из самых поляных. это как Cheryter.ai, кстати, Google купил, ты вкус. да, да, да. За большие деньги. Ну, как купил, он из Google вышел, а они его вернули, мы же обсуждали, с тобой вернули. Потому что Cheryter.ai, извиняюсь, сейчас уже в топ, у них пользовательская база по всем ее стартапам была на втором месте после OpenAI. Да, 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 хотя это просто, ну, общение с... с Cheryter.ai. Ну, да ладно, короче. В общем, на этом Moai.ai, ты создаешь виртуальную девушку и общаешься. И все бы ничего, если бы у них не сперли данные. Это вообще трындец. Данные, не только пользовательские данные, типа там, имя почты и прочее, но еще и логи переписок. Вообще просто, вот. Это жесть. Тот самый сервис, с которого очень не хочется, чтобы украли логи переписок, скажем так. Ну, то есть, если бы из телеги украли логи переписок, это было бы не так страшно. Ну... Это сервис, с которым ты приходишь и ты знаешь, что на том конце робот, и ты можешь с ним делать все, что угодно. Который стерпит все, скажем так. Да. Вот. И эти логи утекли. И, естественно, там много всякого секстинга. Но... А вот эти квадробоберы там есть, которых-то вы помеялся? Квадроберы, не аквад... Ну, там есть фури наверняка. Я думаю. А, фурия знает о котике. Да. Ну, не только котики. Не только. Да. Фурия-то антробоворфные такие животные, да. Квадроберы больше... В моем детстве было все понятно. Был квадробобер. Ой, квадробобер, квадробобер, да. И фурии. Все. А тут какие-то... Ну, фурии всем в детстве интересовались, так или иначе. Это факт. Ну, короче. И выяснилось, что некоторые пользователи Муа и Яй, скажем так... Кандибобер, блин. Извини, Витя. Кандибобер у меня в детстве. Кандибобер, это другое. Да, это прическа. Короче, некоторые пользователи этого Муа и Яй, они настраивали девушек так, как будто бы они, скажем так, ну, помладше. А если точнее, это сильно помладше. Ты знаешь, я вот, кстати, не помню, там в статье прям писали про то, что действительно уже известно, что пользователи прям создавали профили детские с ними, делали всякие штуки. Но даже если не написано... Я в этом проекте стал. А, окей, то есть это факт. Ну и, собственно, проблемка, да? Ну да. Вот ты сливаешь ту базу, наверняка эту базу, если ее скачали, ее можно скачать. Каким-нибудь правоохранителем какого-нибудь, не знаю, Британии, которая хотела в свое время закон против педофилии протолкнуть и через это контролить весь интернет, покупают эту базу. И что? И у них, ну, по-хорошему, дальше все, дальше все заканчивается. Потому что они эту базу покупают, чтобы якобы обличить педофилов, найти людей, которые переписывались в чатах с персонажами-маловедками и всякими непотребствами писали. А с другой стороны, законодательно, ничего такого нету, они общались с роботом, они общались с алгоритмом. Можно по закону. Ну, типа, да, по закону. Такого закона даже, наверное, нету. Ну, типа, что, ты в чат с алгоритмом, можешь что угодно писать, но не в чат с человеком. Ну, да, так и есть. И вот как бы тут становится моральная дилемма. То есть, с одной стороны, можно это рассматривать как интент и как, ну, типа, перед тобой человек, который общается с персонажем детским и он педофилическое настроение проявляет. Ну, короче, к тому, что, да, ты к тому, что это потенциальные педофилы. С другой стороны, это же очень похоже на мысли. Человек может мыслить обо всем, чем угодно. Если я думаю о самоубийстве, это значит, что я самоубийца? Нет. Но нет, пока не совершил. Ну, то есть, вот если я там сейчас вот продумываю, как бы сделать коктейль Молотова, навряд ли меня за это, ну, меня за это нельзя посадить, потому что я это не сделал. Нет, пока что нет. Ну, более того, если я думаю, это не значит, что я его сделаю. Может, я просто думаю, чтобы просто, знаешь, типа, ой, подумаю-ка я, и меня не посадят. Ну, так прикольно. То есть, как к этому относиться? Вот это большой вопрос. Ну, я помню, что в том выпуске, где мы уже обсуждали с тобой подобную тему, меня там чуть-чуть разбомбило. А сейчас, как ты знаешь, наверное, я... А давай напомним, что тебя там разбомбило, и, может, там созвучная тема была, но она была чуть поболее объективна. Там чуваки используют... Там педофилы начали использовать Stable D-Fusion для генерации... Да, потому что себе порнуху генерировать. Да, но порнуха, как бы, с детьми, которых не существует. Да, да. Поральная дилемма. Это ты, получается, поддерживаешь педофилию, разрешаем так делать, либо, наоборот, ты людей, которые имеют такие наклонности, как бы останавливаешь, они вот там в виртуальном пространстве погенерировали, и наружу на улицу не понесли. Ну, мне тогда было сложно обсуждать эту тему почему-то, морально сложно, потому что, с одной стороны, вроде бы ничего такого плохого, а с другой стороны, как-то, ну, стрёмно. А потом я установил Stable Diffusion, ладно? Так, Витя. Это шутка, если что. Да, потом я подумал, короче, что... А что, если вот эти вот чуваки, которые общаются с виртуальными маленькими, там, людьми, да? Что если... С роботами. Ну, с роботами, да, с виртуальными роботами, которые имитируют детей. Что, если этим чувакам этого будет достаточно, и они больше никогда не перейдут на живых людей? Ну... Ну, я тебе сапонирую, а что, если чувакам, которые в жизни бы никогда такого себе не позволили, после того, как попробуют виртуальной реальности, понравятся, они пойдут на улицу испробовать в реальной жизни? Вот. Вот. Вот поэтому нужно исследование. Не сапонируем. Поэтому здесь нужно качественное исследование. А как такие исследования проводить? Ну, типа... Это же не этично, такие исследования проводить? Нет, ну, проводят. Много неэтичных исследований, в том числе и такие. Ну, работают с педофилами как-то. Их же не убивают, там, да, их исследуют, и, ну... Ага, окей, окей. Вот. Типа, давайте мы покажем тысячу педофилов в фокус-группе, да, этот инструмент, потом посмотрим, сколько рецидивов они совершат. Ну, типа... Ну... Ну... Я не знаю, я не знаю, как такие исследования проводятся. Я тут не скажу. Но если это будет работать как сдерживающий фактор, то окей, пускай общаются, пускай генерируют себе, что хотят. Тут есть сравнение одно, которое мне покоя не дает. Я эту новость утащил у Грея, у Сергея Петренко, канал, господи, блокнот, если что, в Телеграме, блокнот. Он там задается вопросом тем же самым и говорит, типа, а вот в компьютерных играх-то люди пачками убивают в контре, друг друга даже. Ну, то есть мы когда в контру с тобой играем, мы же людей, которых мы там убиваем, мы более... Мы не просто убиваем ботов, мы еще их ассоциируем с конкретным персоналием. Да. И некоторые даже... Застрелить. Ну, иногда... Да, без шуток. Ну, без шуток. Люди иногда даже так вымещают злость свою. Например, там в доте порвать какого-нибудь своего оппонента, ну, вот прям пипец как хочется, ты идешь и разрываешь его. Это же убийство. Ну, так-то. Вот если вот так вот натягивать, это же люди по факту убивают. Ну, да. И очень есть много исследований на тему того, что игры снижают агрессию компьютерные. Ну, тут есть один нюанс, который вот, допустим, Сергей не принимает его внимания, может, он не написал просто об этом. Педофилы все-таки больные люди, тут надо еще понимать, что... Ну, мы же не про педофилов говорим. Мы сейчас... Это просто мы с тобой вспомнили педофилов. Мы говорим просто про людей, которые в чате общаются с персонажем, которого просят представить себя несовершеннолетним. и акцентируясь на этом внимания. Это не обязательно педофилы. Ну, педофил это человек, который совершил преступление, который осужден. А эти люди, ну, они не осуждены, они не совершили никакого преступления. Не, Алеша. Педофил это как раз-таки человек, который испытывает... А, окей, окей, да, логично. Логично, логично, логично. Хорошо. Так, я немножко про другое. Я про то, что пример с убиванием людей в контре, он сильно не подходит сюда, потому что в контре ты видишь нарисованные 3D-персонажи. Ну, да. Это не то, что ты в жизни пошел и человека якобы убил. Тут в чате, все мы знаем наверняка, что в чате практически нереально уже отличить в обычных беседах бота от человека. И поверить в то, что на том конце сидит человек, вообще ничего не стоит. Ну, да. То есть это полное погружение, это полная симуляция, полнейшая. И с этой точки зрения кажется, что вот эти ребятушки, ну, они прям, да, ну, педофилией занимаются. Даже несмотря на то, что там человек. В общем, да, интересно посмотреть, разобьется ли это куда-нибудь вообще. Так что надо как-то послеживать за... Ну, я жду исследований, я почти на 100% уверен, что это японцы первые меня такое исследование проведут, они любят эти темы. Вот. И посмотрим, ну... Потому что где-то я... Короче, я читал когда-то исследование, что ты же знаешь, что в Японии... Суицида. Ну, это, во-первых, еще гора Фудияма, но еще там очень сильно доступны разные извращения. Да? Не знаю. У них там автоматы с ношными трусами продают, но есть на улице. Серьезно? Да, 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 да. И очень много разных... Вот куда надо ехать жить. Так я к чему? В общем, завтра вылетаем. Так, какая там конференция завтра, говоришь? Короче. И у них в том числе доступно много там видов разной порнографии, и есть очень много исследований, которые подтверждают то, что уровень сексуального насилия из-за этого снижается. А, вот так вот? Да, 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 да. Интересно. Потому что это наступнее, и люди как бы, ну, вот, самосередно. Это все изучают, и у них градус там снижается, и все. Поэтому возможно, и это так сработает. Ты знаешь, тут есть еще один сайд-эффект забавный. Вот эти вот люди, которые там общаются, в том числе в этой сети. И, короче, какая мысль? Почему у человека, который я, это такая большая база пользовательская? Потому что человек, даже зная, что он общается с роботом, он все равно начинает верить сам в то, что это общение с живым человеком. Кажется, будто бы у людей у нас, несмотря на то, что у нас 8 миллиардов, все больше и больше растет проблема отсутствия общения. И есть прям исследования, я думаю, их можно легко в интернете найти, что люди, которые не живут в паре с кем-то, умирают раньше. Типа, если у тебя нет общения или отношений, то ты раньше умираешь просто-напросто. Это, ну, там было исследование, по-моему, с курением сравнивали. Типа, люди курящие, люди, живущие в одиночестве, вот, в одиночестве умирают чаще, чем курящие. Даже так. Я не слышал о таком. И кажется, что вот эти вот все черктеры Яи, Муаха Яи, они вообще выступают таким социальным охладителем. Тебе не с кем общаться, ты пошел в час с ботом попереписывался, тебе стало легче, ты стал здоровее, и ты там вот уже можешь на работе не материться на всех подряд, а делать свою работу. А сейчас уже можно даже голосом пообщаться, кстати, не обязательно переписываться. Ну да, и стабл дифьюжн развернуть локально. Да. А, да. Ладно. Давай дальше. У нас буквально пара новостей. Ты говорил, что мы не будем ставить 18+, да, на этом выпуске. Не, ну что, мы тут только про педофилов поговорили немножко. Ну да, это меньше всего. Ладно, может на этом и закончим, там последняя новость вообще про хатаря. Да, давай, наверное, на этом закончим. Давай, давай, на этом мы закончим, да. Как-то последняя новость просто про ядерный реактор, вот вообще сюда не клеится, как-то, знаешь, тут, да, тут, да, ну, сколько предлагаешь? Поговорим. 14+, или сколько? Надо вот спросить. Есть подписчики Михаила Светова. давай так, 13+, смех смехом, смех смехом, Светов Световым, сверх смехом, а вот эта ситуация, ситуация, которую мы разбирали раньше, ситуация, о которых, которые связаны с яем, о которых иногда сильно даже некомфортно разговаривать, все равно должны обсуждаться, в том числе в подкастах, в том числе открыто, потому что они толкают нас к обсуждению этических и моральных проблем, возникающих уже сейчас на пороге вот этой вот перехода в мир и яя. Чем больше о проблеме молчат, тем хуже будет потом. Именно. Таких ситуаций все больше, и поэтому, я думаю, мы правильное дело делаем. Так, ну ссылку на этот сервис, я до вас не буду. Ну потому что, блин, зарегаетесь в данный сад. да, нафиг. Ладно, все, на этом мы сегодня заканчиваем. Да, ребят, спасибо большое, что были с нами, как обычно, подписывайтесь, ставьте звезды, ставьте лайки, пишите комментарии, приходите к нам в чат и подписывайтесь также на всякие, даже там, другие социальные сети типа инстаграмов и прочего. Нет у нас инстаграма. Нет у нас инстаграма. На телеграм лучше, в чат зайти. И звездочку в гитхаве поставить, и все ссылки верхние, четыре штуки их будет, посетить, ходить к нашим партнерам, нашим корешам, поможете и нам, и себе. Леша дал домашнее задание на ближайшие две недели для вас. И что ж, ребята, всем спасибо, и как у нас говорится, лайк, шер, anywhere. Интересно, посмотреть на монтаже идеально или нет. У меня было вообще один. Витя, ты просто позитив, ты оптимист у нас, у тебя всегда идеально, ты вот 10 раз скажешь идеально, и 10, ладно, 9 из 10 на монтаже будут там на микросекунду отличаться. У меня вообще прям мы вот, ну опять же, у нас задержка есть. У меня теория была, я на последнем монтаже понял, почему у тебя идеально, а у меня всегда не идеально. У нас задержка? На монтаже. Нет, задержка это ладно, на монтаже это, я слышу, что не идеально. Возможно, ты воспринимаешь, короче, я заметил, вот скажи сейчас, anywhere. anywhere. Нет, ты не так говоришь. Знаешь, как ты говоришь? Когда Женя пишет нам в чате, anywhere, ты делаешь так, anywhere. Да, ну потому что, когда говорили, вдох делать. А я про это забыл, я всегда говорю, а не верно. Блин. Все, я вот, все, я вспомнил, в следующий раз буду со вдохом. Блин, это местные, конечно, штуки, эту колду знают. Женя, спасибо тебе за отсчет. Да, Жень, спасибо огромное. А прикинь, Женя уже давно не хочет нас слушать, просто он ответственный. Женя, если что, ты нам моргни, моргни. Это как тяжкий груз висит, ответственность, но он не может ее бросить. А представляешь, Женя когда-нибудь просто уйдет, ну, решит, что все хватит, и у нас с тобой будет бесконечный выпуск подкаста, мы будем просто бесконечно ждать. Мы скажем лайк, шер, и будем сидеть. И умрем, Витя. Ну, тогда уже хотя бы стрим будет запустить. На ютубе, что ли. 24 года ждем ответ Жени. Так, ладно, всем большое спасибо, ребят, чатик тогда завершаем. Пока-пока. что слушали. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok